Матвей Петрович Бронштейн. Солнечное вещество. Сборник. 1936 год. Книга «Солнечное вещество», принадлежащая Перу безвременно погибшего талантливого физика Матвея Петровича Бронштейна, представляет собой незаурядное явление в области мировой популярной литературы. Она написана настолько просто и увлекательно, что чтение ее, пожалуй, равно интересно любому читателю, от школьника до физико-профессионала. Раз начав ее, трудно удержаться и не дочитать до конца. Лев Ландау. 1956 год. С чего началось? Я расскажу о веществе, которое люди нашли сначала на Солнце, а потом уже у себя на Земле. Астрономы изучают поверхность Солнца с тех пор, как у них есть телескоп. Они видят на Солнце темные пятна, огненные облака, извержения и взрывы. Но разве можно разглядеть в телескоп химический состав Солнца? Исследовать, из каких веществ оно состоит? Для этого химикам пришлось бы побывать на Солнце, захватив с собой свои пробирки, колбы, реактивы и весы. Какая же эта экспедиция пролетела полтораста миллионов километров и открыла на Солнце новое вещество? Такой экспедиции никогда не было. Не отрываясь от своей планеты, люди ухитрились узнать, из чего состоит Солнце. Узнали это они не очень давно, всего только лет 75 тому назад. И как часто бывает в науке, для этого необычайного открытия понадобились самые скромные средства и орудия. Эти орудия – маленькая тусклая горелка Бунзена, да еще самодельный спектроскоп, сооруженный из сигарной коробки, стеклянного клина и двух половинок сломанной подзорной трубы. Началось все дело с горелки, а потом уже дошла очередь и до спектроскопа. Горелку Бунзена вы и сейчас еще найдете в любой лаборатории. За 75 лет она нисколько не изменилась. Простая металлическая трубка, стоящая на подставке. По резиновому шлангу в трубку течет снизу светильный газ, а чуть пониже середины в ней проделано отверстие для воздуха. Поднесите к верхнему концу трубки зажженную спичку, и газ загорится тусклым, бледным, почти бесцветным пламенем. Днем этого пламени даже не заметишь. Горелка Бунзена горит гораздо тусклее самой плохонькой керосиновой коптилки, но зато пламя у нее такое жаркое, какого никогда не бывает в нашей обыкновенной печке. 2300 градусов. Цветные сигналы. Роберт Бунзен жил в прошлом веке. Много лет был он профессором химии в маленьком немецком городке Гейдельберге. К середине 50-х годов он уже изобрел свою горелку, и теперь изо дня в день старательно изучал, как ведут себя различные вещества в пламени высокой температуры. Он погружал в пламя то металлы, то уголь, то соли, то известь, и наблюдал, что происходит со всевозможными химическими соединениями в горячем пламени светильного газа. Осенью 1858 года он заметил и записал в лабораторном дневнике, что многие вещества ярко окрашивают бесцветное пламя. Впервые он обратил на это внимание во время опыта с поваренной солью, тонкими платиновыми щипчиками взял он маленький кристаллик соли и сунул в пламя горелки. Бесцветное пламя сразу перестало быть бесцветным. Как только попала в него поваренная соль, оно разгорелось ярче и пожелтело, а комната наполнилась удушливым запахом хлора. Этому запаху Бунзен не удивился, ведь поваренная соль состоит из двух веществ – хлора и натрия. Вот она и распалась на свои составные части в жарком пламени горелки, и хлор растёкся по комнате. Но почему же пламя из бесцветного сделалось жёлтым? Что окрасило его в жёлтый цвет? Газ-хлор или металл-натрий? Чтобы узнать это, Бунзен решил повторить опыт, но только вместо поваренной соли взять вещества, в которых будет натрий, а хлора не будет, например, соду, глауберовую соль, бромистый натрий. Если пламя и при этих опытах окрасится в жёлтый цвет, значит всё дело в натрии. Так и оказалось – и от соды, и от глауберовой соли пламя сразу пожелтело. Тогда Бунзен проделал последний решительный опыт – внёс в пламя чистый натрий безо всяких примесей. Пламя и на этот раз стало ярко жёлтым. Значит, догадка верна – натрий действительно окрашивает бесцветное пламя газовой горелки в жёлтый цвет. Удача этих опытов навела Бунзена на мысль. Быть может, не только натрий, но и другие металлы, способные окрашивать бесцветное пламя горелки. Что, если взять вещества, в которых натрия нет? Например, сельвин – соединение хлора с металлом калием. Крохотный кристаллик сельвина был внесён в пламя газовой горелки. Пламя разгорелось так же ярко, как и от кристаллика поваренной соли, но окрасилось в другой цвет – не жёлтый, а фиолетовый. И не один сельвин, а все вещества, в которых есть калий, дали тот же фиолетовый цвет. И селитра, и потаж, и едкая калия. Вывод ясен. Фиолетовый цвет пламени зависит от калия. Но Бунзен и тут не отказался от последней проверки. Он внес в пламя чистый калий. Всё тот же фиолетовый цвет. Значит, жёлтый цвет – признак натрия, а фиолетовый – калия. Бунзен почувствовал, что опыты ведут его к какому-то важному открытию. Он стал испытывать металлы один за другим. Взял литий и получил красное пламя. Взял медь и получил зелёное. Опыты за опытами убеждали Бунзена в том, что он открыл новый способ химического анализа. Такого анализа, для которого не нужна сложная химическая кухня. Не нужны приборы, склянки, реактивы. Теперь, когда химик захочет узнать, есть ли в каком-нибудь веществе калий, ему скажет об этом пламя газовой горелки. Скажет не словами, а цветными сигналами. Если пламя сделается фиолетовым, это значит, в веществе есть калий. А если оно сделается не фиолетовым, а жёлтым, это будет означать, калия нет, есть натрий. Можно будет на глаз узнавать химический состав любого вещества. Надо только изучить язык газового пламени, разобраться в его цветных сигналах. Неудача. Бунзен раздобыл множество разных химических соединений и принялся их исследовать. Тоненькими платиновыми щипчиками захватывал он кусочек исследуемого вещества и вносил в пламя горелки. Если же вещество было не твёрдым, а жидким, то вместо щипчиков брал он платиновую проволочку толщиною с конский волос, изогнутую на конце в виде петельки. Каплю жидкости, повисшую на петельке, Бунзен осторожно вносил в пламя. И каждый раз в лабораторном дневнике появлялась запись о том, каким цветом окрасилось пламя. Скоро в руках у Бунзена был длинный перечень веществ и тех цветов, по которым их можно определить. Настоящая сигнальная книга. Сигнальная книга была готова. И вот тут-то Бунзен увидел, что пользоваться этими сигналами не так-то просто. В перечне была, например, такая запись. Раствор солей натрия – жёлтый цвет. Раствор солей натрия с небольшой примесью солей лития – тоже жёлтый цвет. Раствор солей натрия с небольшой примесью солей калия – тоже жёлтый цвет. Как же расшифровать эти сигналы? Как отличить чистый натрий от натрия с примесью калия и от натрия с примесью лития? Бунзен зажег три газовых горелки. В пламя каждой горелки внес он по капле раствора поваренной соли. Но в одной капле поваренная соль была чистая, соединение натрия с хлором. В другой она была смешана с солями лития. В третьей с солями калия. Тогда Бунзен подумал, а что если помочь глазу, вооружить его цветными стеклами или цветными жидкостями? Он налил в стаканчик немного раствора синей краски индиго и стал рассматривать все три пламени сквозь синюю жидкость. И тут он сразу заметил различия в цвете. Синяя краска индиго поглотила желтые лучи натрия, и поэтому пламя, где была поваренная соль с примесью лития, казалось теперь малиново-красным. Пламя, куда был подмешан калий, тоже казалось красным, но другого оттенка, пурпурного. А пламя, в котором была поваренная соль без всяких примесей, как будто и вовсе исчезла. Бунзен вооружился целой коллекцией цветных стекол и стаканчиков с цветными жидкостями. Он надеялся, что эта коллекция поможет ему расшифровать все сигналы в его книге. Но вот ему попалась на глаза такая запись. Соль и лития – малиново-красный цвет. Соль и стронция – малиново-красный цвет. Нет. Опять два разных вещества, а цвет один и тот же. Не помогут ли и тут цветные жидкости и стеклышки? Долго бился Бунзен, подбирая цвета, сквозь которые можно было бы подметить разницу между пламенем лития и пламенем стронция. Но такого цветного стекла, такой цветной жидкости он не нашел. Пламя лития никак не удавалось отличить от пламени стронция. Значит, краски и цветные стекла помогают не всегда. А если так, пламя газовой горелки не дает надежного ключа к химическому анализу. Казалось, Бунзен потерпел поражение. Но тут на помощь его газовой горелке пришел спектроскоп Кирхгофа. Простой кусок стекла В том же университетском городке Гейдельберге жил профессор физики Густав Кирхгоф. Узнав о затруднениях Бунзена, Кирхгоф решил ему помочь. Он обещал Бунзену построить такой физический прибор, который откроет разницу в цвете пламени даже и тогда, когда отказываются служить цветные стекла и растворы красок. План у Кирхгофа был очень простой. В его лаборатории хранилась призма из стекла Флинтглаз, которую когда-то, за много лет перед тем, выточил и отшлифовал знаменитый мюнхенский оптический мастер Иосиф Фраунгофер. Призма – это простой кусок стекла, выточенный в форме клина. Но у призмы есть замечательное свойство. Лучи света никогда не проходят сквозь нее прямо, они изменно отклоняются в сторону, как будто что-то отталкивает их прочь от ребра призмы. И при этом не все лучи отклоняются одинаково, фиолетовые отклоняются сильнее всех других, красные – меньше всех других, а лучи остальных цветов попадают в промежуток между красными и фиолетовыми. Поэтому, если через призму пропустить пучок света, в котором смешаны лучи различных цветов, то, выйдя из призмы, эти лучи пойдут по разным дорогам. Так призма разлагает пучок света, состоящий из лучей разных цветов, разбивает его на составные части. Иосиф Фраунгофер, который изготовил флинтгласовую призму, хранившуюся в лаборатории Кирхгофа, пользовался этим замечательным свойством призмы для того, чтобы разлагать на составные цвета солнечный луч. Через узкую щель впускал он в темную комнату пучок солнечных лучей, и на пути этих лучей ставил свою призму. Лучи входили в призму узким пучком, а выходили широким веером. На противоположную белую стену ложилась разноцветная полоса света – солнечный спектр. В полосе были все семь цветов радуги – красный, за ним оранжевый, потом желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Фраунгофер, как и многие физики до него, знал, что все эти цвета, от красного до фиолетового, все тончайшие оттенки цветов радуги, постепенно переходящие друг в друга, содержатся в белом солнечном свете. Но эти отдельные цвета и оттенки заметны глазу только тогда, когда призма разлучает их между собою, разлагает в разноцветный спектр. «Почему же, – подумал Керхгоф, – не воспользоваться этой же самой стеклянной призмой для того, чтобы исследовать свет, испускаемый газовой горелкой? Если выделить узкий пучок такого света и пропустить его через призму, призма сразу разгадает те сигналы, которых не разгадали ни цветные стекла, ни стаканчики с красками». Сигналы расшифрованы. Керхгоф принес Бунзену свой прибор. Этому прибору изобретатель дал название «спектроскоп», слово, которое он сам придумал. Теперь это слово известно всякому физику и химику, и в любой лаборатории можно увидеть спектроскоп, изготовленный на оптической фабрике. Но как не похожи эти современные, удобные и точные спектральные приборы на неуклюжий спектроскоп, который Керхгоф изготовил собственными руками? Деревянная коробка из-под сигар, стеклянная призма и старая подзорная труба с тремя выпуклыми стеклами. Вот из чего был сделан первый спектроскоп. Подзорную трубу Керхгоф распилил пополам. Из одной трубы получилось две. Первая с одним выпуклым стеклом, вторая с двумя. Обе трубки Керхгоф вставил в смежные стенки сигарной коробки, под углом одна к другой. Трубку, в которой было только одно стекло, он расположил так, чтобы она глядела стеклом в коробку, а пустым отверстием наружу. Это отверстие он прикрыл картонным кружком с узкой щелью. Через щель должны были проникать в коробку лучи. Там, внутри коробки, их встречала призма, которую Керхгоф укрепил на вращающейся оси. Пройдя сквозь призму, пучок лучей сворачивал в сторону и устремлялся в другую трубку широким разноцветным веером. Приложив глаз к этой трубке и медленно поворачивая призму вокруг оси, можно было рассмотреть весь спектр лучей, попавших в щель спектроскопа. В первый же день Бунзен и Керхгоф испытали новый прибор. Бунзен зажег свою горелку, а Керхгоф навел на пламя свой спектроскоп. Затем Бунзен стал вводить в пламя по очереди натрий, калий, медь, литий, стронций. И каждый раз, когда пламя меняло свой цвет, они оба внимательно рассматривали спектр лучей, испускаемых раскаленными парами металлов. Спектры эти оказались не такими, как солнечный. В солнечном спектре все семь цветов радуги от красного до фиолетового ложатся сплошным рядом. А в спектре окрашенного газового пламени Керхгоф и Бунзен увидели разрозненные цветные линии. В спектре раскаленных паров калия горели две красные линии и одна фиолетовая. У паров натрия была одна линия, желтая. Внимательно изучив эту желтую линию, физики обнаружили, что на самом деле она двойная. Она состоит из двух очень близко расположенных друг к другу желтых линий. Эти линии получили у физиков особое название. Их называют линиями D1 и D2. У паров меди было много линий, среди которых ярче всех горели три зеленые, две желтые и одна оранжевая. И каждая цветная линия появлялась всякий раз на том самом месте, где в солнечном спектре лежит цвет точно такого же оттенка. Оранжевые линии меди ложились в оранжевой части спектра. Желтая линия натрия в желтой. Наконец-то Бунзену удалось узнать, чем отличается малиновое пламя лития от малинового пламени стронция. Когда он смотрел на них простым глазом, он не различал их, но спектр одного пламени оказался совсем не похожим на спектр другого. Достаточно было посмотреть на них в спектроскоп Киргофа, чтобы сразу сказать, где литий, где стронций. Спектр лития состоит из одной яркой красной линии и одной оранжевой послабее, а спектр стронция из одной голубой и нескольких красных-оранжевых-желтых линий. Один за другим цветные сигналы были расшифрованы. Задача была решена. Пепел, гранит и молоко. Кирхгоф и Бунзен нашли ключ к разгадке химического состава любого пламени, любого светящегося газа. Не нужно химического анализа, чтобы узнать, есть ли в пламени натрий. Если вы увидите его желтую линию в том месте спектра, где ей полагается быть, вы сразу обнаружите натрий. Если в спектре у вас две красные и одна фиолетовая линия, вы можете быть уверены, что в пламени есть калий. А если в спектре окажется красная линия, зелено-голубая и синяя, то значит в пламени есть водород. Поставьте на пути лучей спектроскоп, и линии спектра безошибочно расскажут вам о химическом составе тела и спускающего лучи. Такой способ угадывать химический состав по линиям спектра был назван спектральным анализом. Бунзен стал исследовать множество разных веществ. Все, что попадалось ему под руку, он тащил к спектроскопу. Он вносил в пламя горелки и каплю морской воды, и каплю молока, и пепел сигары, и кусочки всевозможных минералов. В спектре пепла гаванской сигары он увидел желтую линию натрия и красные линии лития и калия. В спектре кусочка мела он увидел линии натрия, лития, калия, кальция, стронция. Множество разных веществ исследовал таким образом Бунзен, раскаляя их в жарком пламени горелки и наблюдая спектр раскаленных паров. Новый способ распознавать химический состав оказался необычайно чувствительным и точным. Бунзен находил спектральные линии редкого металла лития в тех веществах, в которых лития так мало, что никаким другим способом его обнаружить невозможно. Литий был найден спектроскопом и в морской воде, и в зале водорослей, прибитых гольфштремом к берегам Шотландии, и в ключевой воде, которую Бунзен взял из источника, бьющего из гранитной скалы в окрестностях Гейдельберга, и в кусках гранита, отколотого от той же скалы, и в листьях винограда, выросшего на скале, и в молоке коровы, которая ела эти листья, и в крови людей, которые пили это молоко. Но газовая горелка и спектроскоп помогли химику Бунзену сделать еще более важное открытие. С их помощью он обнаружил два новых металла, о существовании которых никто и не подозревал. В спектре саксонского минерала липидолита и в спектре рассола, полученного при выпаривании дюркхеймской минеральной воды, он увидел спектральные линии, которые не совпадали с линиями знакомых химикам веществ. Бунзен понял, что в липидолите и в дюркхеймской минеральной воде скрыты какие-то еще неизвестные вещества. И в самом деле, вскоре Бунзену удалось извлечь из минерала липидолита новый металл, который он назвал рубидием, а из дюркхеймской воды другой новый металл, которому он дал имя цезий. Открытие рубидия и цезия было первой большой победой спектрального анализа. Звезды в лаборатории Шел год за годом. Физики и химики изучали все новые и новые спектры. Спектры раскаленных паров разных солей, спектры раскаленных и расплавленных металлов, спектры разреженных газов, которые светятся, когда по ним проходит электрический ток, спектры электрической искры, спектры лучей, испускаемых раскаленной известью и прошедших сквозь окрашенные стекла, сквозь светные жидкости, газы и пары. Спектроскоп, когда-то построенный Кирхгофом из сигарной коробки стеклянного клина и обломков подзорной трубы, стал родоначальником многих других спектроскопов, более удобных для работы и более точных. Сам Кирхгоф много потрудился над тем, чтобы усовершенствовать свое изобретение. Вскоре спектроскопы стали изготовляться на оптических фабриках. В каждой лаборатории появился спектроскоп. Немецкие оптические фирмы сконструировали дорогие и сложно устроенные спектральные приборы для точных измерений. Лондонская фирма Браунинг выпустила в продажу дешевые карманные спектроскопы. Спектроскоп пригодился и физикам, и химикам, и инженерам. Пригодился он даже сыщикам. Увидев на полу или на одежде подозрительное темное пятно, похожее на засохшую кровь, сыщик смывает пятно спиртом. А по спектру лучей, прошедших через спирт, в лаборатории могут сразу сказать, растворена ли в нем кровь. Но гораздо больше, чем сыщикам, пригодился спектроскоп людям, которые изучают самые далекие светящиеся тела, планеты и звезды. До изобретения спектроскопа никто и мечтать не смел о том, что когда-нибудь нам станет известно, из чего состоят звезды, планеты и Солнце. Никто не знал, входит ли в состав небесных светил те же самые вещества, которые мы встречаем и у себя на Земле. Или же небесные светила состоят из каких-то особенных, небесных веществ. Только открытие Кирхгофа и Бунзена помогло людям затащить звезды в лабораторию, создать новую науку, небесную химию, химию небесных светил. Астрономы всего мира с жадностью ухватились за спектральный анализ и стали применять его в самых разнообразных исследованиях. Здесь не хватит места рассказать обо всех тех удивительных вещах, которые были открыты с помощью спектрального анализа. Только об одном открытии я расскажу здесь. О том открытии, с которого начинается необычайная история вещества, найденного на Солнце. Спектроскоп исследует Солнце. Во время полного солнечного затмения, когда все Солнце закрыто от нас Луной, из-за черного диска Луны внезапно вырываются красные язычки пламени. Язычки кажутся нам маленькими, а на самом деле они во много раз длиннее диаметра нашей Земли. Это извержения и взрывы на огненной поверхности Солнца. Такие взрывы бывают на Солнце каждый день и по многу раз в день. Но простым глазом их можно наблюдать только во время полного солнечного затмения, когда лучезарный диск закрыт Луной и потому не ослепляет нас. Странно, что ученые обратили внимание на эти огненные взрывы, выступающие из-за края Луны, всего только лет 75 тому назад, хотя полные затмения Солнца бывают чуть ли не каждый год, то в одной, то в другой части земного шара, и каждый раз можно заметить солнечные выступы. Астрономы попросту их проглядели. Затмение длится всего несколько минут, а то и секунд, и за эти секунды надо столько записать, зарисовать, измерить. Все внимание астронома-наблюдателя поглощено лихорадочной работой, и часто волнение мешает ему видеть вещи, которые он не рассчитывал увидеть. А может быть астрономы и замечали эти взрывы, но считали их просто обманом зрения. Как бы то ни было, 18 июля 1860 года, когда полное солнечное затмение наблюдалось в Испании, астрономы, съехавшиеся туда со всех концов Европы, наконец-то обратили внимание на солнечные выступы, и даже успели их зарисовать. Тогда только ученые всего мира заговорили о солнечных выступах, и стали наперебой высказывать различные догадки об их природе и происхождении. Через 8 лет после испанского затмения, 18 августа 1868 года, ожидали полного солнечного затмения в Индии. Французский астроном Жан Сен, который всю жизнь занимался исследованием Солнца, решил воспользоваться этим затмением, чтобы изучить спектр солнечных выступов. Взяв с собой спектроскоп, он отправился в далекое морское путешествие. Он поспел вовремя. В тот момент, когда затмение наступило, и красные языки вырвались из-за черного лунного диска, Жан Сен навел на них трубу своего спектроскопа. Он увидел цветные линии, спектр тех раскаленных газов и паров, которые извергает Солнце. Линии были такие яркие, что у Жан Сена невольно возникла мысль, а нельзя ли увидеть их и без затмения, при полном блеске Солнца. На другой день, когда Солнце как ни в чем не бывало выкатилось из-за горизонта и поднялось над пальмами и пагдами, Жан Сен навел щель спектроскопа на самый край Солнца. Он делал это так осторожно и так искусно, что в щель спектроскопа попадали только лучи солнечных выступов, а лучи самого солнечного диска проходили мимо. Глядя в спектроскоп, Жан Сен убедился, что его вчерашняя догадка правильна. В спектроскопе были те самые цветные линии, которые он видел накануне, линии спектра солнечных выступов. А если так, Жан Сен мог решить свою задачу и без затмения. К чему же было ездить в Индию? И правда не к чему. Английский астроном Локьер, сидя у себя в Англии и ничего не зная о Жан Сене, сделал то же открытие, что и он. Парижская академия получила в один день два письма. Одно от Жан Сена, другое от Локьера, и в обоих письмах говорилось об одном и том же открытии. Письмо Локьера было написано 20 октября 1868 года, а письмо Жан Сена раньше, 19 августа того же года. Но из городка Гун Тур на восточном берегу Индии, где находился Жан Сен, письмо шло в Европу больше двух месяцев. Вот почему оба письма пришли в Париж в один и тот же день и были зачитаны в заседании Парижской академии 26 октября 1868 года, одно через несколько минут после другого. Это странное совпадение так поразило академиков, что они приказали выбить золотую медаль в честь открытия спектра солнечных выступов. На одной стороне медали были портреты Жан Сена и Локьера, а на другой – бог солнца Аполлон в колеснице, запряженной четверкой коней, и под колесницей надпись. Анализ солнечных выступов 18 августа 1868 года. Солнечное вещество Что же обнаружили Жан Сен и Локьер в спектре солнечных выступов? Прежде всего, им обоим бросились в глаза яркие линии водорода – красная, зелено-голубая и синяя. Но кроме этих трех линий, в спектре оказалась еще одна линия – желтая. Что значит эта линия, ни Жан Сен, ни Локьер никак не могли понять. Она расположена довольно близко от того места спектра, где должна была бы лежать желтая линия натрия. Близко, но не совсем в том месте. Значит, это не натрий. Откуда же эта линия? Ни одно из веществ, известных химикам того времени, не имело ее в своем спектре. Жан Сен и Локьер долго размышляли, и, наконец, пришли к выводу, что неизвестная линия, которую они назвали линией D3, принадлежит какому-то особому небесному веществу. Очевидно, что на Земле его нет, оно существует только на Солнце, за полтораста миллионов километров от нас. И поэтому Локьер решил назвать новое найденное на Солнце вещество именем самого Солнца – гелий. Гелиос. По-гречески это и значит Солнце. Вещество было названо, но о свойствах его пока еще не было известно ровно ничего. Астрономы высказывали только догадку, что гелий, вероятно, очень легкий газ. Ведь когда на солнечной поверхности происходит извержение, то восходящий поток газов захватывает и уносит на огромную высоту только самые легкие вещества. Вес блохи. История гелия началась на небе, а через 25 лет неожиданно спустилась на Землю. В 1893 году английский физик Джон Уильям Рылей предпринял точное измерение веса различных газов. В первую очередь стал он взвешивать те газы, с которыми наука раньше всего и больше всего имела дело – водород, кислород и азот. Для чего понадобилась эта работа? Разве водород, кислород и азот не были взвешены и до Рылея? Да, вес этих газов был давно известен, но Рылей захотел взвесить их точнее, чем взвешивали их прежде. В конце прошлого века физики уже не довольствовались грубыми приборами старинных лабораторий. Им потребовались точные цифры, точные знания о свойствах вещей. Новыми, более тонкими и чуткими приборами физики стали заново измерять плотности тел, температуры плавления и кипения, оптические, химические и электрические свойства. Джон Уильям Рылей вооружился самыми точными весами, какие только были у него в лаборатории, и принялся за работу. Прежде всего, он решил заново взвесить водород. Он взял большой стеклянный шар и тщательно измерил, сколько литров газа может в нем поместиться. Потом воздушным насосом выкачал из шара воздух и взвесил шар, потом наполнил водородом и снова взвесил. Точные весы показали, что шар, наполненный водородом, на столько-то граммов и столько-то миллиграммов тяжелее, чем пустой. Оставалось только разделить граммы на литры. Так Рылей измерил точный вес литра водорода. Покончив с водородом, он точно так же взвесил и кислород. Потом дошла очередь и до азота. Рылей взял несколько литров воздуха и очистил его от кислорода. Остался азот, и этим азотом Рылей наполнил свой стеклянный шар. Взвесив шар на точных весах, он узнал, сколько весит литр азота. Но это было еще не все. Осторожный физик привык проверять каждый свой опыт различными способами. Рылей снова добыл азот, на этот раз не из воздуха, а из другого газа, аммиака. Снова наполнил он азотом стеклянный шар. Снова взвесил на точных весах. И тут обнаружилась странная вещь. Литр азота, добытый из аммиака, оказался на 6 миллиграммов легче, чем литр азота, добытый из воздуха. На целых 6 миллиграммов. 6 миллиграммов вес небольшой. Это вес блохи. Но один литр азота не должен быть легче другого литра азота, даже и на сотую часть блошиного веса. Рылей снова взвесил азот воздуха и азот аммиака. И его точные весы снова показали ту же разницу. 6 миллиграммов. Литр воздушного азота весил 1,2565 грамма. Литр аммиачного азота 1,2570 грамма. Что за странность, подумал Рылей. И то, и другое, азот, но у воздушного азота один вес, а у аммиачного другой. А что если для сравнения добыть азот не из воздуха и не из аммиака, а из какого-нибудь другого вещества? Рылей собрал целую коллекцию веществ, содержащих азот. Окись азота, закись азота, азотно-кислый аммоний, селитру, мочевину. Из всех этих веществ он извлекал азот и взвешивал на точных весах. И что же? Оказалось, что у азота, добытого из закиси и у азота, добытого из окиси, и у азота из азотистого аммония, и у азота из мочевины, и у азота из селитры, вес совершенно одинаковый. 1,2570 грамма на литр. Точь-в-точь такой, как у азота, добытого из аммиака. Так почему же у азота, добытого из воздуха, вес больше? Почему воздушный азот – исключение? Уж не было ли какой ошибки в опыте с воздушным азотом? Релей решил взвесить воздушный азот еще раз. Он снова взял несколько литров воздуха и тщательно очистил их от кислорода. Оставшимся азотом он наполнил стеклянный шар и взвесил. Теперь уже в третий раз. Упрямые весы продолжали показывать одно и то же. Литр воздушного азота весил не 1,2570, а 1,2565 грамма. Разница ничтожная. Начинается она всего только с тысячных долей, с третьей цифры после запятой. Но один литр азота ни в коем случае не должен весить больше другого литра азота, даже и на тысячную долю. Значит, тут кроется какая-то тайна. Неизвестная примесь. Релей написал письмо о своих опытах в лондонский научный журнал Nature. По-русски это значит природа. Редакция журнала напечатала письмо Релея. Азот, писал Релей, весит совершенно одинаково, откуда бы его не добыть. Из азотиста кислого аммония, из аммиака, из мочевины, из селитры. Одно только есть исключение. Азот, добытый из воздуха. Азот воздуха тяжелее, чем азот аммиака, мочевины, селитры. Значит, азот воздуха это какой-то особенный азот. Не сумеет ли кто-нибудь из химиков объяснить аномалию, ненормальность воздушного азота? Журнал Nature, очень известный журнал. Не только в Англии, но и во всем земном шаре нет такого физика или химика, который не читал бы журнал Nature. Физики и химики всего мира прочитали письмо Релея, но тщетно ждал он ответа. Никто не отозвался на его письмо, никто не сумел объяснить аномалию воздушного азота. Тогда Релея обратился за советом к своему приятелю, лондонскому профессору химии Уильяму Рэмзею. Он подробно рассказал Рэмзею о своих опытах и предложил ему вместе заняться расследованием вопроса о том, почему литр воздушного азота на целых 6 миллиграммов расходится в весе с литром всякого другого азота. Релея и Рэмзей долго спорили о причинах непонятного расхождения в 6 миллиграммов. Наконец, Рэмзею пришла в голову догадка, а что если азот, добытый из воздуха, не чистый азот? Надо бы узнать, нет ли в нем какой-нибудь неожиданной примеси, какого-нибудь тяжелого газа, который и дает эти лишние 6 миллиграммов. Что же это за газ? Рэмзей еще ничего не знал, о нем. Одно только было несомненно. Этот газ должен быть тяжелее азота. Если бы он был легче, то и азот, к которому подмешан какой-то процент этого газа, был бы легче, а не тяжелее стопроцентного азота. Ведь стакан чистого песка легче стакана, наполненного смесью песка и свинцовой дроби. Но если к азоту воздуха подмешан какой-то тяжелый газ, то как могло случиться, что химики его не заметили? Химики делали много опытов с воздухом, почему же они до сих пор не обнаружили, что в воздухе, если его очистить от пыли, водяных паров и углекислоты, есть, кроме кислорода и азота, еще какой-то третий газ? Рэлей и Рэмзей стали рыться в книгах и журналах. Они перечитывали описания всех опытов с воздухом, когда-либо проделанных учеными. Но нигде не отыскали они ни единого слова, которое могло бы подтвердить их догадку о существовании третьего газа. И только в одной старинной книге, где описывались опыты с мифетическим газом, так химики 18-го столетия называли азот, Рэлей и Рэмзей наткнулись на одно место, которое заставило их насторожиться. Забытый опыт. В конце 18-го века жил в Лондоне ученый-химик, которого звали Генри Кевендиш. Это был нелюдимый и одинокий человек. Он появлялся на улицах с узловатой палкой в длинном дедовском сюртуке и в широкополой шляпе. О его странностях и причудах по городу ходило множество слухов и басен. Передавали, будто нелюдимость его и суровость доходят до того, что иной раз за целый день он не произносит ни одного слова. Говорили еще, что он очень богат и все свое огромное состояние тратит на всякие опыты и на покупку научных машин и приборов. Об опытах своих и открытиях он никому не рассказывает. Опытами и открытиями он занят для собственного удовольствия и мнение других людей нисколько его не интересует. В этих рассказах есть доля правды. Многие открытия Кевендиша остались при его жизни неопубликованными. И только через несколько десятилетий после его смерти английский физик Максвелл разыскал его записи и напечатал их. В рукописях, изданных Максвеллом, действительно оказалось описание нескольких важных открытий, о которых Кевендиш никому не рассказывал. Из этих открытий самое важное открытие закона отталкивания и притяжения электрических зарядов. Кевендиш открыл этот закон, но не счел нужным опубликовать его. А через несколько лет, еще при жизни Кевендиша, то же самое открытие сделал французский физик Кулон. Кевендиш даже и тогда не заявил о своем первенстве. Закон взаимодействия электрических зарядов физики с тех пор называют законом Кулона, хотя мы и знаем, что опыты Кевендиша были сделаны раньше, чем опыты Кулона и были гораздо точнее. Реле и Ремзей знали о работах Кевендиша по книге, опубликованной Максвеллом. Еще говорили, что Кевендиш устроил у себя в доме библиотеку научных книг и открыл в нее доступ всем, кто пожелает ею пользоваться. Каждый посетитель может унести к себе домой любую книгу, оставив хозяину расписку. Шутники утверждали, будто сам Кевендиш так строго и точно соблюдает установленные им в библиотеке порядки, что всякий раз, когда ему случается взять книгу из собственного книжного шкафа, он выдает себе расписку. Такого-то числа, такую-то книгу взял у Генри Кевендиша Генри Кевендиш. Чудак Кевендиш давно умер, давно забыта его широкополая шляпа, его сюртук, его причуды. Но физики и химики помнят, что Генри Кевендиш первый открыл, из чего состоит вода, и первый вычислил, сколько весит земной шар. А в 1785 году, изучая свойства мифетического газа азота, он проделал опыт, который через 109 лет научил Релея и Ремзея, как разгадать тайну воздушного азота. Генри Кевендиш взял стеклянную трубку, изогнутую в виде латинской буквы У. Наполнив трубку смесью азота с кислородом, он вставил ее в рюмку с ртутью, одним концом в одну рюмку, другим в другую. А потом стал через смесь азота и кислорода гнать электрические искры. В наше время есть много усовершенствованных машин для добывания электрических искр. Индукционная катушка Румкорфа, высоковольтные трансформаторы, генераторы высокого напряжения. Но во времена Генри Кевендиша всех этих машин еще не было. Ученые знали только один способ добывать электрическую искру трение. Кевендиш получал электрические искры трением стекла о кожу. В машине, которая была у него в лаборатории, большое стеклянное колесо, вращаясь, терлось о кожаные подушки. Стекло и кожа заряжались электричеством, и это электричество Кевендиш отводил по проволокам в рюмке с артутью. Электричество стекла в одну рюмку, электричество кожи в другую. Когда электричество в рюмках скоплялось достаточно, электрические искры начинали скакать из одной рюмки в другую по изогнутой трубке, наполненной смесью азота с кислородом. Кевендишу это и было нужно. Он знал, что под действием электрических искр кислород вступает в химическое соединение с азотом. И в самом деле, как только посыпались искры, стеклянная трубка наполнилась оранжево-красным дымом. Оранжево-красный дым это окислы азота, соединение азота с кислородом. Кевендиш набрал в пипетку раствор едкого натра и впустил несколько капель этой жидкости внутрь изогнутой трубки. Оранжевый дым сейчас же исчез. Он без остатка растворился в едком натри. Но Генри Кевендиш решил гнать искры через трубку до тех пор, пока весь кислород и весь азот, запертые в ней, не превратятся в окислы азота. Это была трудная задача. Искры получались у Кевендиша слабенькие, да исследовали они одна за другой не сразу, а через большие промежутки времени. Не то, что в теперешних машинах, где искры сыплются непрерывным потоком. Целых три недели днем и ночью, сменяя друг друга, Кевендиш и его слуга вращались стеклянное колесо электрической машины. Азот и кислород в трубке медленно соединялись друг с другом, превращаясь в оранжевый дым. Едкий натор уничтожал этот дым, впитывал его в себя. Все меньше и меньше азота с кислородом оставалось в трубке, а освободившееся место заполнило ртуть. И с каждым днем в обоих коленах трубки уровень ртути делался все выше и выше. Наконец, через три недели работа была окончена. Ртуть заполнила оба колена трубки. Значит, весь азот, который был в трубке, соединился с кислородом и вместе с ним растворился в едком натрии. Но приглядевшись внимательнее, Кевендиш увидел над ртутью и едким натром крохотный пузырек газа. Кевендиш еще раз пропустил электрическую искру, но пузырек не исчезал. Генри Кевендиш по своему обыкновению точно записал все подробности опыта. Не забыл он упомянуть и о крошечном пузырьке. Пузырек, писал Кевендиш, это был остаток азота, который почему-то не удалось соединить с кислородом. Обрати внимание. Рэмзей не в первый раз читал об этом опыте. Когда он еще не был профессором химии, а был всего только молодым студентом, он перелистывал однажды биографию Кевендиша. В книге были приведены отрывки из лабораторного журнала, в которой Кевендиш день за днем вносил все подробности своих опытов. Упоминание о крохотном пузырьке, не пожелавшем соединяться с кислородом, удивило Рэмзея. И на полях книги, как раз против строчек о таинственном пузырьке, Рэмзей написал карандашом Look into this. Обрати внимание. Впоследствии Рэмзей позабыл о пузырьке. У него нашлись задачи поинтереснее, чем проверка опытов, проделанных старым чудаком сто лет тому назад. Но теперь, когда он вместе с Рэлеем задумал объяснить аномалию воздушного азота, он сразу разгадал тайну пузырька. Ведь азот-то для своих опытов Кевендиш добывал не из аммиака, не из селитры, а из воздуха. И при этом азот, который он добыл из воздуха, не весь соединился с кислородом, сколько не бился над ним старый Кевендиш. В изогнутой трубке, так писал сам Кевендиш, от всего азота остался лишь маленький пузырек, но пузырек этот был особенный, не похожий на обыкновенный азот. Никакие искры не могли заставить его соединиться с кислородом. И вот у Рэмзе мелькнула мысль, а что если этот пузырек был вовсе не азот, а какой-то другой, незамеченный химиками газ, подмешанный к воздушному азоту? Верно, этот неизвестный газ и есть та самая примесь, которая делает каждый литр воздушного азота на целых 6 миллиграммов тяжелее, чем литр азота из аммиака или селитры. Но как узнать, верно это или нет? Как проверить эту догадку? А вот как. Если такой газ в самом деле существует, нужно во что бы то ни стало разлучить его с азотом. Примесь найдена. Физик Релей и химик Рэмзей заперлись в своих лабораториях и стали порознь решать задачу. Как извлечь из воздушного азота спрятанную в нем примесь? Они условились не выходить из лабораторий до тех пор, пока неизвестная примесь не будет выделена. А для того, чтобы каждый знал, как идут дела у другого, они ежедневно обменивались через посыльного письмами и протоколами опытов. Релей решил попросту повторить опыт Кевендиша, но в гораздо больших размерах. Ему-то это было легко, ведь в его время физики располагали такими электрическими приборами, о которых Кевендиш за сто лет перед тем не смело мечтать. Если к азоту и в самом деле подмешан какой-то неизвестный газ, не соединяющийся с кислородом, то теперь возможно добыть не крошечный пузырек этого газа, как сделал Кевендиш, а по крайней мере несколько кубических сантиметров. И тогда будет нетрудно изучить этот газ, узнать его химические свойства, взвесить его на точных весах. Релей взял стеклянный баллон и впаял в него две проволоки. Внутри баллона, между концами проволок оставалось расстояние в несколько сантиметров. Наружные концы проволок торчали из баллона. Релей соединил их с высоковольтным трансформатором. Когда будет включено электрическое напряжение, внутри баллона с кончика одной проволоки на кончик другой, через маленький промежуток в несколько сантиметров поскачут электрические искры. Релей накачал в баллон несколько литров азота и кислорода, а потом стал вгонять туда насосом раствор едкого натра. Едкий натр фонтаном врывался в баллон и вытекал из него по особой стеклянной трубочке. В то же время Релей включил электрическое напряжение. Посыпались искры, и под действием этих искр азот стал вступать в химическое соединение с кислородом. Релей только этого и надо было. Он знал, что едва лишь азот соединится с кислородом, его можно будет выгнать из баллона с помощью едкого натра. Едкий натр, об этом писал и Кевендиш, поглощает соединение азота с кислородом. И в самом деле, через несколько часов весь азот, который был в баллоне, соединился с кислородом и ушел прочь из баллона вместе со струей едкого натра. Азот ушел из баллона, но баллон не совсем опустел. На это указывал манометр, прибор, которым измеряют давление газа на стенки сосуда. Значит, в баллоне остался какой-то газ. Очевидно, тот самый подмешанный к азоту газ, который так упорно искали Релей и Ремзей. Этот газ не соединяется с кислородом, не растворяется в едком натрии, потому-то он и остался в баллоне. Релей тщательно просушил и профильтровал новый газ, продувая его через фарфоровую трубку с горячими медными опилками. Горячие медные опилки очистили газы от того ничтожного количества кислорода, которое все еще в нем оставалось. Так Релей решил свою задачу. Выделил неизвестный газ, подмешанный к азоту. А как решил ту же задачу Ремзей? Он поступил иначе. В его химической лаборатории не было высоковольтного трансформатора, какой был в лаборатории физика Релея. Но Ремзей был опытным химиком. Ему и без трансформатора удалось разлучить азот с неизвестным газом. Он достал трубочку из тугоплавкого стекла, насыпал в нее кусочки магния и засунул ее в электрическую печку. Когда печка нагрелась, кусочки магния раскалились до красна. Тогда Ремзей взял насос и стал гонять взад и вперед по этой трубочке азот, добытый из воздуха. Раскаленный магний – это ловушка для азота. Магний впитывает его в себя. Десять дней подряд гонял Ремзей по трубочке несколько литров азота. Наконец, весь азот был поглощен раскаленным магнием. Но в трубочке остался газ, который ни за что не соглашался соединиться с магнием. Релей и Ремзей шли разными путями, но пришли к одной и той же цели. Неизвестный газ был пойман, выделен, очищен и заперт в стеклянный баллон. Ленивый газ Оба ученых сейчас же принялись изучать новооткрытый газ. Наконец-то им удалось взвесить его на весах в чистом виде и узнать, правильно ли догадка Ремзея, что новый газ тяжелее, чем азот. Да, тяжелее. Почти в полтора раза. Так было объяснено расхождение в весе между воздушным и аммиачным азотом. После этого Релей и Ремзей стали проделывать с новым газом всевозможные химические опыты. Они уже знали, что он не соединяется ни с кислородом, ни с магнием, ведь потому-то им и удалось извлечь его из азота. Но с какими же веществами он соединяется? Множество разных веществ испытали Релей и Ремзей. Они попробовали соединить новый газ с водородом, с хлором, с фтором, с металлами, с углем, с серой. Но все было напрасно. Газ упорно отказывался вступать в химическое соединение. Не помогло ни сильное нагревание, ни сжатие, ни электрические искры, ни прикосновение губчатой платины. Словом, ни один из многочисленных способов, которые применяют химики, чтобы заставить вещества соединяться друг с другом. В конце концов, Релей и Ремзей вынуждены были прийти к заключению, что нет на свете такого вещества, с которым мог бы соединиться открытый ими газ. Ученые еще никогда не встречали газа, обладающего таким странным свойством. Релей и Ремзей придумали для него название «аргон». По-гречески это значит «ленивый». Победа точности В августе 1894 года в старинном университетском городке Оксфорде состоялся съезд английских физиков, химиков, естествоиспытателей. На этом съезде Релей впервые рассказал о новом открытии. Его доклад вызвал удивление и недоверие. Еще бы, каждый школьник знает, что воздух состоит из кислорода и азота. Так написано во всех учебниках. Релей и Ремзей решаются утверждать, что в каждом литре воздуха, самого обыкновенного воздуха, того воздуха, которым мы дышим, есть еще 9 кубических сантиметров нового, незамеченного химиками газа. 9 кубических сантиметров на литр – это не так уж мало. В каждом кубометре воздуха, утверждал в своем докладе Релей, содержится около 15 граммов аргона. В зале, в котором заседает съезд, по этому расчету должно содержаться несколько пудов аргона. С удивлением выслушали химики рассказ Релея. Но еще больше удивились они, когда Релей заявил, что берется доказать существование аргона при помощи трубок для курения табака. Релей тут же взял 8 таких трубок, 8 прямых коротких трубок из забожженной глины, какие курят англичане, и соединил их гуттаперчевыми креплениями. Получилась одна прямая и длинная труба. Он вставил ее в стеклянный сосуд, соединенный с воздушным насосом. Труба входила в сосуд через отверстие в крышке, а выходила через отверстие в дне. Все щели прибора Релей тщательно залил сургучом. Потом он принялся гнать по трубе добытый из воздуха азот. Азот втекал в один конец трубы, а из другого вытекал в газометр. Но вытекал не весь, большая часть его терялась по дороге. Ведь обожженная глина – это пористый материал со множеством микроскопических трещинок и лазеек. Через эти талазейки азот и просачивался наружу, в сосуд. А для того, чтобы он просачивался еще быстрее, из сосудов все время выкачивали воздух. Лишь ничтожным остаткам азота удавалось пройти через трубу от одного конца до другого и попасть в газометр. Релей взял из газометра кубический сантиметр газа и на глазах у химиков взвесил его. Оказалось, что он был на целых 12-15% тяжелее, чем кубический сантиметр обыкновенного азота. И вот Релей предложил съезду вопрос – как объяснить этот удивительный опыт? Почему азот, пройдя по глиняной трубке, сделался более тяжелым газом? Неужели же простая глиняная трубка отличается какими-то особыми волшебными свойствами? Есть только одно объяснение. По глиняной трубке проходил не азот, а смесь азота с каким-то более тяжелым газом. Оба газа терялись по дороге, просачиваясь сквозь глину в стеклянный сосуд. Но терялись они не одинаково. Легкий газ просачивался быстрее, а тяжелый – медленнее. Чем тяжелее газ, тем медленнее он просачивается через обожженную глину. Этот физический закон открыл английский физик Грэм. Закон Грэма оправдывается и на примере азота с аргоном. И вот потому-то в газометре оказалось больше тяжелого газа, чем легкого. Это была уже не смесь азота с аргоном, а почти чистый аргон. Новый газ, не соединяющийся ни с какими другими веществами, получил в августе 1894 года полное признание. Вслед за английскими химиками его признали и химики во всех других странах. История аргона началась с разницы в числах – 1,2570 и 1,2565. Разница очень ничтожная. Какие-то тысячные доли – третья цифра после запятой. Но эта третья цифра выдала аргон с головой. Если бы старый Кевендиш обнаружил эту третью цифру после запятой, он понял бы, что значил его крошечный пузырек газа. Он держал аргон в руках, но аргон остался неоткрытым. У Кевендиша не было тех чувствительных и тонких приборов, которыми взвешивали тысячные доли грамма Релей и Рэмзей. У Кевендиша не было точных весов. Открытие аргона в конце 19 века – это была победа точности. Победа третьей цифры после запятой. Это была победа весов. С неба на землю. Однажды утром в феврале 1895 года Рэмзей получил письмо от лондонского химика Генри Майерса. Майерс писал, что в одном из старых номеров американского геологического журнала была помещена интересная статья, на которую теперь, после открытия аргона, следовало бы обратить внимание. Автор статьи, геолог Хильдебрант, утверждал, что некоторые очень редкие минералы обладают замечательным свойством. Если их кипятить в серной кислоте, они выделяют какой-то газ, который не поддерживает горение и сам не горит. По мнению Хильдебранта – азот. Один из минералов, выделяющих такой негорючий газ – это клевиит. Он был найден в Норвегии знаменитым полярным путешественником Норденшельдом, который обнаружил черные зернышки и прожилки клевиита в некоторых горных породах. «Быть может, – писал Майерс, – газ, полученный из клевиита, совсем не азот, а новый газ аргон?» Рэмзей сперва не заинтересовался сообщением Майерса. В то время он был занят важным делом – точным измерением плотности и теплоемкости аргона. Он прочел письмо и отложил его в сторону. Но через несколько недель, когда измерения были закончены, он вспомнил о Майерсе, перечел письмо и сразу взялся за дело. Он позвал мальчика, прислуживавшего в лаборатории, и велел ему достать как можно больше клевиита. Мальчик обошел все химические магазины Лондона и к полудню принес Рэмзею 1 грамм клевиита. Это стоило 3 шиллинга и 6 пенсов. Рэмзей и его ассистент Мэтьюс приступили к опыту. Они стали прогревать кусочек клевиита в пробирке с серной кислотой и уже к вечеру того же дня извлекли несколько кубических сантиметров газа. 4 дня ушло на то, чтобы очистить газ от тех примесей, которые легко соединяются с другими веществами. Примесей было немного, большая часть газа ни с чем не хотела соединяться. Очищенный от примесей газ, Рэмзей ввел в стеклянную трубочку для наблюдения спектра. Эта трубочка посередине очень узка, а у концов пошире. С обоих концов в нее впаяны платиновые проволочки. Когда нужно изучить спектр какого-нибудь газа, этим газом наполняют трубочку и запаивают ее. Затем по платиновым проволочкам через трубочку пропускают электрический ток. Под действием тока в самом узком месте трубочки газ начинает ярко светиться. И тогда с помощью спектроскопа можно рассмотреть его спектр. Рэмзей прекрасно знал, какой у Аргона спектр. В этом спектре должны ярко светиться оранжевые и зеленые линии. Но у газа, который вышел из клевиита при нагревании, линии оказались иные. Желтая линия и несколько слабых линий других цветов. В первую минуту Рэмзей был готов подумать, что эту желтую линию дает натрий. Уж не попало ли каким-нибудь образом в спектроскопическую трубку пылинка натрия? Может быть, к платиновым проволочкам пристала какая-то грязь, в которой был натрий. Но ведь спектроскопическую трубочку Рэмзей приготовил собственными руками. А у него не было привычки брать для работы грязные платиновые проволочки. А может быть, дело тут не в посторонней примеси, а в самом спектроскопе? Может быть, желтая линия, которую увидел Рэмзей в спектре, была не настоящей линией, а привидением. Спектроскописты называют привидениями и духами те линии, которые появляются в спектре из-за неисправности спектроскопа. Рэмзей разобрал свой спектроскоп, протер замшевой тряпочкой призму, проверил щель. Все было в полном порядке. И все-таки, когда он вновь собрал спектроскоп, желтая линия загорелась на прежнем месте. Она не хотела уходить. Она не была привидением. Как же, в конце концов, проверить, совпадает ли эта желтая линия с желтой линией натрия? Рэмзей нарочно ввел в трубочку немножко натрия, снова запаял ее и принялся рассматривать спектр. Прежняя желтая линия осталась на месте, но рядом с ней появилась другая. На этот раз – настоящая линия натрия. Теперь уже больше не оставалось ни малейших сомнений в том, что первая желтая линия принадлежит не натрию, а какому-то другому веществу. Но какому же? Рэмзей перебрал в памяти спектры всех известных ему веществ. Ничего подходящего он не мог припомнить. Наконец, после долгих размышлений, он вспомнил о той желтой линии D3, которую открыли Жан Сен и Локер 30 лет назад. По своему расположению в спектре она как будто совпадает с загадочной желтой линией, которую нашел Рэмзей. А если это так, то газ, выходящий из клевиита – не азот, не аргон, а солнечный газ – гелий. У Рэмзея не было приборов, чтобы точно определять положение линий в спектре. Поэтому он послал спектроскопическую трубочку с новым газом лондонскому физику Уильяму Круксу, одному из лучших тогдашних специалистов по спектроскопии. Осторожный в своих научных выводах, Рэмзей утаил от Крукса свое предположение, что найденный им газ – это гелий. Он написал только, что нашел какой-то новый газ, который предлагает назвать криптоном, и просит Крукса тщательно определить положение всех линий в спектре нового газа. Крукс пропустил через криптон электрический ток. И вот в спектроскопе вспыхнула та самая желтая линия гелия, которую Жансен и Локьер нашли в спектре солнечных выступов. Значит, в присланной от Рэмзея трубочке находится то самое таинственное вещество, которого не держал в руках ни один человек на Земле. Крукс послал Рэмзею городскую телеграмму. В ней было всего несколько слов. По-русски это означает «Криптон – это гелий. Приезжайте, увидите. Крукс». Так был найден на Земле гелий, найденный на Солнце за 27 лет перед тем. Рэмзей немедленно приехал в лабораторию Крукса, и они вместе занялись подробным изучением спектра гелия. Кроме желтой линии D3, они обнаружили в спектре гелия еще пять линий – две красные, одну зеленую, одну синюю и одну фиолетовую. Эти линии не были замечены астрономами, потому что в спектре солнечных выступов они горят недостаточно ярко. Гелий, найденный на Земле, дал ученым возможность полнее и подробнее рассмотреть его спектр. После измерений Крукса уже нельзя было сомневаться в том, что найденный Рэмзеем газ есть действительно гелий. Был ли Рэмзей первым человеком, увидевшим на Земле вещество, которое испускает линию D3? В 1881 году итальянец Пальмиери напечатал статью, в которой утверждал, что ему удалось наблюдать желтую линию гелия в спектре лавы вулкана Везувия. Поэтому многие думают, что не Рэмзей открыл гелий на Земле, а Пальмиери за 14 лет до Рэмзея. Но вернее всего, что Пальмиери попросту ошибся. В наше время физики доказали, что гелия в лаве очень мало. Так мало, что Пальмиери не мог наблюдать линию гелия в тех условиях, в которых он работал. Желтая линия, которую он видел, принадлежала, вероятно, натрию. В тот же день, 23 марта 1895 года, Рэмзей решился опубликовать свое открытие. Он послал короткое сообщение Лондонскому королевскому обществу, так называется высшее научное учреждение в Англии. И одновременно написал письмо известному французскому химику, академику Бертело, с просьбой сообщить Парижской академии наук об открытии гелия на Земле. В истории открытий бывают странные совпадения. Через две недели после Рэмзея другой химик, Швет Лангле, тоже добыл гелий, тоже из клевиита, и сообщил о своем открытии тому же академику Бертело. Письмо его было помечено 8 апреля 1895 года. Новая задача. Как только Рэмзей добыл из клевиита гелий, он сейчас же стал проделывать с ним разнообразные опыты. Ведь он был первый химик на свете, которому посчастливилось держать в руках солнечное вещество. Гелий, открытый на Солнце, нельзя было взвешивать. Астрономы только догадывались, что это один из легчайших газов. Рэмзей впервые взвесил гелий. Он убедился, что астрономы были правы. Гелий и в самом деле оказался очень легким газом. Изо всех газов один только водород легче гелия, а все другие тяжелее. Воздух тяжелее гелия почти в 7 раз. Потом Рэмзей решил испытать, может ли гелий химически соединяться с другими веществами. Он перепробовал множество веществ, но ни с одним из них гелий не захотел соединяться. Значит гелий тоже ленивый газ, как и аргон. А если так, то не поискать ли его в воздухе? Ведь газ, который не желает соединяться с другими веществами, непременно уйдет в воздух. Даже если он находится в недрах земли, в горных породах, то и тогда проберется он в атмосферу по трещинкам и порам. Как же узнать, есть ли в атмосфере гелий? Как добыть гелий не из редкого минерала клевиита, а из самого обыкновенного воздуха? Если правда, что гелий растворен в воздухе, то есть только один способ извлечь его оттуда. Нужно удалить из воздуха все другие газы, убрать кислород, убрать азот, убрать аргон. То, что останется, это верно и будет гелий. Но как же это сделать? Как удалить из воздуха кислород, азот и аргон? Кислород удалить нетрудно. Рэмзей знал, что раскаленная медь поглощает кислород, присоединяет его к себе. Батарея фарфоровых трубок, наполненных раскаленными медными опилками. Вот прибор для удаления кислорода из воздуха. Насосы гонят воздух по трубкам, из одной в другую. И по дороге кислород застревает в раскаленных опилках. И вот из батареи в закрытый сосуд, в газометр, течет уже не воздух, а воздух минус кислород. Воздух, освобожденный от кислорода. После кислорода легко убрать и азот. Тут уже не медь нужна, а другой металл, магний. Нужно взять такие же фарфоровые трубки, но наполнить их не раскаленной медью, а раскаленным магнием. Из второй батареи в газометр будет вытекать не воздух, а воздух минус кислород и минус азот. Ну а как быть с аргоном? Ведь аргон ленивый газ, он не соединится ни с магнием, ни с медью. Нет такого раскаленного металла, который мог бы впитать в себя аргон. Он пройдет через обе батареи и не застрянет в пути. И гелий тоже ленив, он тоже не застрянет в раскаленных опилках. Вместе с аргоном он проскочит через обе батареи. Как же отделить гелий от аргона? Как из смеси аргона с гелием добыть чистый гелий? Рымзей долго ломал себе голову над этой задачей. Если бы можно было найти такое вещество, которое соединяется с аргоном, но не с гелием, тогда задача была бы решена. Аргон застрял бы в этом веществе, как раньше застряли кислород и азот, и в газометре остался бы чистый гелий. Но ведь в том-то и беда, что такого вещества в природе нет. Ни одно вещество не соединяется с ленивым газом аргоном. Значит аргон нельзя удалить тем же способом, каким был удален кислород и азот. Задача оказалась неразрешимой. Ключ к решению. Только после долгого раздумья Рымзей понял, что ему делать. Он вспомнил, как поступают химики, когда из смеси спирта с водой нужно добыть чистый спирт. Спирт испаряется быстрее, чем вода, этим-то и пользуются химики. Они нагревают смесь. Первые порции пара, поднимающиеся над жидкостью, это пары чистого спирта. Следующие порции, это смесь паров воды и паров спирта. А последними идет уже чистый водяной пар. С первыми порциями пара дело немного. Стоит охладить этот пар, и он сразу превратится в чистый спирт. А вот со следующими порциями, со смесью паров, возни больше. Их тоже собирают, тоже охлаждают, но в холодильник теперь течет уже не чистый спирт, а смесь воды и спирта. Эту смесь снова пускают в перегонный аппарат. Снова нагревают, и вот опять поднимаются пары. Сперва пары чистого спирта, а за ними и смесь, которую еще раз пускают в перегонку. И вся эта история повторяется до тех пор, пока не удается окончательно разлучить воду со спиртом. Этот хлопотливый, но верный способ отделения одной жидкости от другой, называется у химиков дробной перегонкой. На этот раз Ремзей решил отделить дробной перегонкой гелий от аргона. Но разве это возможно? Ведь дробной перегонкой химики разлучают жидкости, а гелий и аргон – газы. Ремзей доказал, что это возможно. Нужно только превратить воздух в жидкость, а потом дать ему испариться. При перегонке составные части воздуха будут уходить из него не все сразу, а по очереди. Сперва уйдет та, которая легче всего испаряется, а за ней и другие, которые испаряются медленнее. Так дробная перегонка поможет отделить гелий от аргона. Значит остановка только за тем, чтобы сделать воздух жидким. Для этого нужен очень большой холод – 192 градуса ниже нуля. При 192 градусах воздух превращается в жидкость. Нигде на Земле такого мороза не бывает, но люди научились создавать его сами. Мороз в 192 градуса производят особые холодильные машины. Почти в каждой хорошо оборудованной лаборатории вы найдете в наше время холодильную машину. Но в те времена, когда Ремзей занимался поисками гелия в воздухе, в целом мире существовали всего лишь 3-4 лаборатории, в которых сложными и громоздкими способами добывали жидкий воздух. Ремзей был в большом затруднении. Для задуманной работы требовалось много жидкого воздуха, а он был редкостью. Но тут Ремзей неожиданно повезло. На его счастье, как раз в ту пору, когда жидкий воздух был ему необходим, а достать его было негде, в эти самые дни как будто нарочно для него изобрели холодильную машину, такую простую и удобную, что ее можно было завести в каждой лаборатории. Два человека изобрели ее в одно и то же время. Они жили в разных странах и работали порознь. Но изобретенные ими машины устроены совершенно одинаково. Изготовление холода Если воздух сильно сжать, а затем дать ему быстро расшириться, он сразу охладится. На этом физическом законе и основано устройство холодильной машины. В машину подают воздух. Мощные насосы сжимают его в узкой трубке, а затем загоняют в просторную камеру. Тут он сразу расширяется и становится холоднее. Этим охлажденным воздухом охлаждают новую порцию сжатого воздуха, поступившую в машину. А расширившись, она становится еще холоднее. Второй порцией охлаждают третью, третьей четвертую, и наконец в машине наступает мороз в 192 градуса. Воздух так охлажден, что превратился в жидкость. Теперь вся задача в том, чтобы он остался жидкостью, а не испарился вновь. Нужно защитить его от наружного тепла. Недостаточно держать его в обыкновенном леднике. Для него и ледник баня. Он будет кипеть на льду, как на горячих угольях. Кипеть самым настоящим образом. Булькать, шипеть, плеваться и уходить паром в воздух. Выставьте его на 50, 60, 80 градусный мороз. Отвезите его на Северный полюс, он и там выкипит в одну минуту. Как же держать его в лаборатории в комнатном тепле? Есть такой стеклянный сосуд с двойными посеребренными стенками. Между внутренней и наружной стенкой – пустота. Оттуда выкачан воздух. Пустота – это лучшая преграда для тепла. Тепло почти не проникает внутрь сосуда. И жидкий воздух часами остается у нас в плену. Такие сосуды называются дюарами. Их изобрел английский физик Джеймс Дьюар. Дьюар сам приготовлял у себя в лаборатории жидкий воздух. Но его способ превращения воздуха в жидкость был сложен и труден. А к тому же изобретатель хранил его в секрете. Практичные и доступные холодильные машины были изобретены другими учеными. Немцем Линде и англичанином Хемпсоном. Хемпсон жил в том же городе, что и Рэмзей, в Лондоне. Он знал, что Рэмзею нужен жидкий воздух. Первые 100 кубических сантиметров, добытых новой холодильной машиной, Хемпсон налил в дюар и послал Рэмзею. Нечаянная находка. Молодые химики, работавшие в лаборатории Рэмзея, оставили свои склянки, тигли и весы и побежали взглянуть на невиданное вещество – жидкий воздух. Каждому хотелось посмотреть, как будет Рэмзей извлекать из жидкого воздуха гелий. Но прежде чем заняться поисками гелия, Рэмзей показал своим ученикам несколько удивительных опытов. Он опустил в жидкий воздух резиновый мячик, а потом вынул его и бросил об пол. Мячик не подпрыгнул, а разлетелся в дребезги. Резина при температуре жидкого воздуха потеряла свою упругость и сделалась хрупкой, как стекло. Потом Рэмзей опустил в жидкий воздух флакончик со ртутью. Ртуть сейчас же замерзла и стала крепче железа. Тут же на глазах у своих учеников Рэмзей сделал из замерзшей ртути молоток и вбил им в стенку гвоздь. Потом он погрузил в жидкий воздух кусок хлеба, а через минуту вынул его оттуда и приказал завесить все окна в лаборатории плотными шторами. В комнате стало темно, и все увидели, что обыкновенный белый хлеб, побывавший в жидком воздухе, светится голубым сиянием. Много еще других опытов проделал Рэмзей. Все знакомые вещи чудесно менялись, погружаясь в кипящую без огня жидкость. Молодые химики стояли вокруг и следили за каждым движением Рэмзея. Одно только было им непонятно. Почему он все откладывает поиски гелия и тратит время на фокусы? А между тем драгоценная жидкость испаряется в открытом сосуде, и с каждой минутой ее становится все меньше и меньше. Еще сильнее удивились химики, когда Рэмзей, прекратив свои опыты, оставил дьюар на столе и спокойно отправился обедать. Вернулся он только через полтора часа. В дьюаре кипели ничтожные остатки жидкого воздуха, несколько кубических сантиметров. Но Рэмзея это нисколько не смутило. Он с умыслом оттягивал время. Гелий, думал он, как и большинство газов, по всей вероятности, улетучивается медленнее, чем кислород и азот. Поэтому пусть жидкий воздух испаряется. Из него уйдет почти весь кислород с азотом, а гелий, во всяком случае, останется в дьюаре. Когда жидкого воздуха осталось немного, всего только 2-3 кубических сантиметра, Рэмзей перелил его в закрытый сосуд, газометр, чтобы пар, богатый гелием, не растекался больше по комнате. В газометре жидкость продолжала кипеть, но пары оставались в заперти. Рэмзей полагал, что в этих топорах содержится гелий. Чтобы окончательно очистить пары от кислорода и азота, Рэмзей стал продувать их через батарею фарфоровых трубок, сперва с раскаленной медью, а потом с раскаленным магнием. В первой батарее газ начисто избавился от кислорода, а во второй – от азота. Наконец-то у Рэмзея было несколько пузырьков газа, проскочившего через обе батареи. Он ввел их в спектроскопическую трубочку и включил электрический ток. Запертые в трубочке газы засветились, и Рэмзей начал изучать их спектр. Он увидел спектральные линии аргона – оранжевые и зеленые. Они горели точь-в-точь на тех местах, где Рэмзей привык их видеть в аргоновом спектре, но линий гелия в спектре не было. Видно, гелий улетучился прежде, чем жидкий воздух был перелит из дюара в газометр. Значит, Рэмзей ошибся в своих расчетах. Одно из двух – либо гелия в воздухе нет, либо он испаряется с той же быстротой, что кислород и азот, а может еще быстрее. Но Рэмзею не пришлось жалеть о своей ошибке. Внимательно рассмотрев спектр, он обнаружил в нем кроме линии аргона еще какие-то две яркие спектральные линии, которых он никогда прежде не видал. Одну желтую, другую – зеленую. Ни та, ни другая не совпадала со спектральными линиями известных раньше веществ. Значит, вместе с аргоном в спектроскопической трубочке оказался какой-то новый газ. Рэмзей решил назвать этот газ криптоном. Криптон по-гречески значит «скрытый». Когда-то Рэмзей собирался назвать криптоном гелий. Но так как у гелия уже было имя, которое дал ему астроном Локьер, имя криптон пригодилось для нового газа. Криптона в воздухе очень мало, но он улетучивался из дюара медленно, гораздо медленнее, чем кислород и азот. Вот потому-то последние остатки жидкого воздуха, перелитые в газометр, оказались богатыми криптоном. И чувствительный спектроскоп явственно обнаружил рядом с зелеными и оранжевыми линиями аргона желтую и зеленую линии криптона. Так Рэмзей искал в воздухе гелий, а нашел криптон. Гелий открыт в третий раз. Через два дня Хемпсон снова прислал Рэмзею жидкий воздух, на этот раз уже несколько литров. Рэмзей решил возобновить охоту за гелием. Неудача прежней попытки не смущала его. Теперь он уже знал, как поступить. Гелий, если только в воздухе он есть, испаряется быстрее, чем кислород, азот и аргон. Значит, нужно искать его не в последних остатках испаряющегося жидкого воздуха или жидкого аргона, а в первых пузырьках уходящего пара. Рэмзей взял 15 литров аргона, запер их в стеклянный баллон, а баллон погрузил в полученный от Хемпсона жидкий воздух. Аргон сильно охладился и тоже стал жидким. Тогда Рэмзей принялся медленно выпаривать его. Первые пузырьки пара он провел в спектроскопическую трубочку и пропустил через нее ток. Газ в трубочке загорелся оранжево-красным огнем. Когда Рэмзей стал смотреть в спектроскоп, он увидел множество ярких оранжевых линий. Эти линии лежали в спектре на тех местах, где не горят линии ни одного из веществ, известных химикам раньше. Значит, Рэмзею опять удалось найти какой-то до той поры неведомый газ. Рэмзей сразу же придумал для нового газа имя. Он решил назвать его неоном. Неон по-гречески значит новый. Но в спектре были не только незнакомые линии нового газа неона. Рядом с ними горела и желтая линия. Она была тусклой, но все же Рэмзей ее заметил. Он точно измерил ее положение в спектре. Сомнений у него больше не оставалось. Это была желтая линия D3, спектральная линия гелия. Значит, все-таки Рэмзей оказался прав. Гелий – таинственный солнечный газ и в самом деле содержится в воздухе. Вместе с воздухом он окружает нас со всех сторон и входит в наши легкие. Через несколько лет Рэмзею как-то пришлось читать публичную лекцию. Излагая историю своего открытия, он сказал. Поиски гелия напоминают мне поиски очков, которые старый профессор ищет на ковре, на столе, под газетами и находит, наконец, у себя на носу. Гелий очень долго искали, а он был в воздухе. Компания лентяев. Целых три года изучал Рэмзей новооткрытые газы. Помощник Рэмзея, Треверс, построил машину, способную производить еще больший холод, чем машина Хэмпсона. Хэмпсон добился мороза в 192 градуса, а в машине, построенной Треверсом, стоял 253-градусный мороз. У Хэмпсона в жидкость превращался воздух, а у Треверса не только воздух, но и водород. Аргон у Хэмпсона был жидким, как вода, а у Треверса он замерзал и становился твердым, как лед. Рэмзей и Треверс стали выпаривать твердый аргон и собирать первые порции пара отдельно от последующих. Первым всегда уходил гелий. А когда мороз делался слабее, начинал улетучиваться и неон. За ним испарялись аргон и криптон. А в самых последних пузырьках пара Рэмзей и Треверс отыскали еще один неизвестный газ. Его они назвали ксеноном. По-гречески это значит «чуждый». Каждый новый газ они очищали и взвешивали на точных весах. Наконец, работа была закончена. Когда-то, до Релея и Рэмзея, ученые были уверены, что воздух состоит только из кислорода и азота. Потом был открыт аргон. А Рэмзей и Треверс доказали, что к каждому литру воздуха подмешано кроме аргона 18 кубических миллиметров неона, 5 кубических миллиметров гелия, 1 кубический миллиметр криптона, 1 десятая кубического миллиметра ксенона. Добыв из воздуха эти газы, Рэмзей принялся проделывать с ними всевозможные опыты. Он хотел узнать, вступают ли они в какие-нибудь химические соединения. Оказалось, что не вступают. Не только аргон и гелий, но и неон, криптон и ксенон не захотели соединяться ни с одним веществом. Гелий, аргон, неон, криптон, ксенон, все они оказались ленивыми газами. Целая компания лентяев. И всех их Рэмзей выделил из воздуха, очистил и изучил. Он изучил их спектры, измерил их плотности, температуры замерзания и кипения. С одним лишь исключением. Измерить температуру замерзания и кипения гелия Рэмзею не удалось. Для этого нужно было бы превратить гелий в жидкость и затем узнать, при какой температуре жидкий гелий кипит, а при какой замерзает. Но холод, который создавала построенная треверсом машина, был недостаточно силен. Гелий в этой машине не хотел делаться жидким. Превратить гелий в жидкость удалось впервые не Рэмзею, а другому ученому, голландцу Каммерлинг Онненсу. Произошло это в 1903 году. Для превращения гелия в жидкость понадобилось создать мороз в 269 градусов. А в 1926 году удалось сделать гелий из жидкого твердым. Для этого пришлось сильно сдавить жидкий гелий и понизить температуру до 272 градусов ниже нуля. О лаборатории Каммерлинг Конненса и достигнутых в ней низких температурах рассказано в детском журнале «Ёж» в номере 7 за 1935 год. Первое время эти ленивые газы были большой редкостью в лабораториях. Очень немногие химики могли похвастаться тем, что держали в руках хотя бы крохотный пузырек неона или гелия. А криптон и ксенон еще и в наше время редко можно найти в химической лаборатории, несмотря на то, что после их открытия прошло уже 40 лет. И это понятно. На литр воздуха приходится криптона всего только 1 кубический миллиметр, а ксенона еще того меньше. И добыть их из воздуха очень трудно. Только аргон и неон давно перестали быть редкостью. Их добывают из воздуха на химических заводах. В Москве на заводе «Сжатый газ» есть машина, выпускающая 2500 литров аргона в час. Скоро станут добывать на заводах и криптон, и ксенон. В 1934 году Парижская академия наук напечатала статью французского химика Клода. Клод пишет, что его ассистент Гамоне построил машину для добывания криптона и ксенона. В свою машину он наливает жидкий воздух. Сквозь этот жидкий воздух насосы гоняют струю обыкновенного газообразного воздуха. Из этой струи капельками выпадают криптон и ксенон и оседают в жидком воздухе. Чем дольше работает машина, тем богаче криптоном и ксеноном становится жидкость. Машина Гамоне извлекает из воздуха пол-литра криптона в час. Это не очень много, но Клод и Гамоне уже начали строить машину, которая будет добывать каждый час 100 литров криптона и 10 литров ксенона. Редчайшие газы криптон и ксенон перестанут считаться редчайшими. Их будут добывать на заводах и продавать в химических магазинах. Но для чего нужны эти ленивые газы? Стоит ли их добывать? Стоит. Они нужны электротехникам. Электротехники наполняют ими электрические лампочки. Лампочка накаливания, наполненная аргоном или неоном, горит ярче обыкновенной, дольше служит и расходует меньше энергии. А если ее наполнить криптоном или ксеноном, то она будет еще ярче, еще долговечней. Обыкновенная лампочка, рассчитанная на 110 вольт, мгновенно перегорает, если пустить в нее ток с напряжением в 200 вольт. А лампочка, наполненная криптоном, выдерживает такую перегрузку много часов и не портится. Всем, кто бывал в большом городе, случалось видеть электрическую рекламу. В окнах больших магазинов, на вывесках кинематографов, горят узоры и надписи, составленные из стеклянных светящихся трубок. Знаете ли вы, что светится в этих трубках? Трубка, горящая синим цветом, наполнена разреженным аргоном. Трубка, дающая красновато-оранжевый свет, неоном. Это те самые газы, которые добыл из воздуха профессор Рэмзей. Светятся они, потому что через них проходит электрический ток. Вглядитесь в трубку, наполненную неоном, когда она светится. Многие говорят, что этот свет неприятен, что он режет глаза. Но у него есть чудесное свойство. Он далеко виден, даже в тумане. В лондонском предместье Кройден стоит маяк для самолетов и дирижаблей. Это железная башня, на которой укреплены 16 стеклянных трубок. Каждая трубка длиною в 6 метров. Все они наполнены неоном. В туманные ночи, когда не видно ни луны, ни звезд, ярко светятся неоновые трубки, указывая дорогу воздушным кораблям. Поиски во всех направлениях. Солнечный газ гелий был найден трижды. Сначала в солнечных выступах, потом в клевиите, и, наконец, вместе с другими ленивыми газами, в воздухе. Но ученые на этом не остановились. Если ленивые газы растворены в воздухе, то почему бы им не быть растворенными также и в воде? Химики принялись искать ленивые газы и в дождевой воде, и в речной, и в морской, и в ключевой, и в водопроводной. И действительно, они их там обнаружили, но в ничтожном количестве. Вода содержит еще меньше ленивых газов, чем воздух. Одно лишь только нашлось исключение. Минеральная вода. В некоторых минеральных источниках было обнаружено довольно много гелия. Немецкий физик Кайзер нашел гелий в воде одного источника в горах Шварцвальда. Рымзей отыскал гелий в целебном источнике Катре в Пиренейских горах, а рылей в водах, бьющих из-под земли в известном английском курорте Бат. Нет такого вещества, в котором химики не искали бы гелия, аргона и других ленивых газов. Они исследовали и вулканическую лаву, и всевозможные руды, и падающие с неба метеориты. Одному химику даже пришла в голову мысль поискать эти газы в растениях и животных. Он растолок горох и подверг исследованию его химический состав, чтобы узнать, нет ли в горохе гелия. Потом он захлороформировал двух мышей, а когда они умерли, высушил их тела в электрической печке, тоже растолок и занялся изучением порошка, нет ли в мышах гелия. Но самый тщательный химический анализ не мог обнаружить в мышах ни гелия, ни аргона. Эти опыты делал химик Макдональд. Другие химики подтвердили вывод Макдональда. В животных и растениях нет ленивых газов. Но два немецких химика, Шлезинг и Рихард, сделали другой вывод. Им пришла в голову фантазия. Добыть воздух из плавательного пузыря рыб и посмотреть, много ли там аргона и других ленивых газов. Как и следовало ожидать, оказалось, что у всех пород рыб в плавательном пузыре содержится самый обыкновенный воздух. В нем ровно столько же аргона, как и в воздухе, взятом из атмосферы. И только у одной породы рыб, у хищных рыб-мурен, которые водятся в Средиземном море, воздух плавательного пузыря почему-то оказался в полтора раза богаче аргоном, чем обыкновенный воздух. До сих пор никто не знает, почему мурены имеют такую странную особенность. Но может быть, что Шлезинг и Рихард просто ошиблись. Это очень вероятно, потому что их опытов никто не проверял. А вот во многих минералах действительно удалось найти гелий. Гелий давно уже был найден в Клевиите. Почему бы не поискать его и в других минералах? Ремзей и Треверс принялись за работу. И вскоре гелий был найден в Уранините, Фергусаните, Самарските, Колумбите, Моноците. Но больше всего гелия оказалась в одном минерале, который добывают на острове Цейлоне. Называется этот минерал Торионит. Если килограмм Торионита раскалить до красна, то он отдаст около 10 литров гелия. Много минералов изучил Ремзей, ища в них гелий. Из своих наблюдений он вывел странное правило. Гелий всегда оказывается в тех минералах, которые содержат металлы Уран и Торий. Если в состав минерала входит металл Уран или металл Торий, то в нем наверняка можно рассчитывать найти и гелий. А если в минерале нет ни Урана, ни Тория, то из него не удастся выжать ни одного пузырька гелия. Долго думал Ремзей о том, что бы это могло означать. Гелий не соединяется ни с Ураном, ни с Торием, ведь он ленивый газ. Так почему же он всегда встречается там, где встречаются Уран и Торий? Что общего у него с ними? Но как Ремзей не старался, как не ломал себе голову, ему не удалось разрешить эту загадку. Загадку разрешили другие – физик Резерфорд и химик Содди. Невидимые лучи Металл Уран был известен химикам давно, еще с 18 века. Химики изучили и чистый Уран, и разнообразнейшие соединения Урана с другими веществами. Но никому из них не приходило в голову, что в Уране есть что-то необыкновенное. И в самом деле, на первый взгляд, ничего необыкновенного в Уране нет. По виду он похож на серебро, по тяжести – на платину, а химические свойства у него почти такие же, как у металла Вольфрама. Химики были твердо убеждены, что Уран – заурядный металл, металл, как их много. Но в марте 1896 года парижский химик Беккерель неожиданно обнаружил, что этот заурядный металл имеет странное свойство – он испускает лучи. Прошло несколько месяцев, и другой химик Шмидт заметил, что такие же лучи испускает другой металл – торий. Потом в Париже двое ученых – Пьер Кюри и его жена Мария Кюри открыли в урановой руде примесь третьего металла, испускающего лучи – металла радия. А в Канаде, в городе Монреаль, два молодых человека – физик Резерфорд и химик Содди нашли еще одно вещество, испускающее лучи. На этот раз вещество оказалось не металлом, а газом. В металле радии были обнаружены крохотные пузырьки нового газа, испускающего лучи. Резерфорд и Содди собрали пузырьки и изучили их. Оказалось, что это ленивый газ, такой же как аргон, гелий, неон, криптон, ксенон. Резерфорд и Содди дали новому ленивому газу имя Нитон. По-гречески это значит сияющий. Название Нитон не удержалось. Чаще называют этот газ другим именем – эманация радия. А в последние годы ему стали давать еще и третье имя – радон. Уран, Торий, Радий, Нитон. Четыре вещества, испускающие лучи. Из них первые два – Уран и Торий – были известны уже целое столетие. Почему же так долго никто не замечал, что они испускают лучи? Почему это было открыто только в конце 19 века? Да потому, что эти лучи – невидимые. Раскаленный уголь, раскаленное железо, расплавленная платина испускают лучи, которые можно увидеть глазами. А Торий, Уран, Радий, Нитон испускают лучи, которые увидеть невозможно. А если так, то каким же образом физики все-таки заметили эти лучи? Лучей Урана, Тория, Нитона, Радия не видит человеческий глаз, но их видит фотографическая пленка. Пластинка чернеет, когда на нее попадают невидимые лучи. Но есть и еще способ заметить их безо всякой фотографической пластинки. Существует такое вещество – сернистый цинк. Когда на сернистый цинк падают невидимые лучи, он начинает светиться. Фредерик Содди сделал такой опыт. Он взял стеклянную трубочку, в которой было немного радия, и фотографическую пластинку, запертую в кассету, в которую не проникает ни один луч света. Содди стал водить трубочкой, как карандашом по кассете. Лучи, испускаемые радием, прошли через кассету, и на пластинке отпечатались те самые слова – Radium Writing – писание радием, которые Содди вывел на кассете своей трубочкой. После этого Содди проявил пластинку, отфиксировал ее и приготовил позитив. Английский физик Крукс, тот самый Крукс, который когда-то телеграфировал Рамзею, что криптон – это гелий, захотел узнать, что происходит с сернистым цинком, когда на него падают невидимые лучи. Он взял маленький медный стаканчик. Дно стаканчика он обмазал сернистым цинком, а внутри, на высоте нескольких миллиметров над дном, он прикрепил к стенке иголочку. На острие иголки была насажена крохотная невидимая пылинка Radia. Потом он пошел в темную комнату и принялся осмотреть на дно стаканчика сквозь увеличительное стекло. Сперва он не видел ничего, но потом, когда его глаза привыкли к темноте, он обнаружил удивительное явление. На дне стаканчика вспыхивали искорки. Вспыхивали и сейчас же угасали. Искорок было много. Они загорались то здесь, то там. Все дно стаканчика было усыпано ими. Совсем как уголок ночного неба, густо усыпанный звездами. С одной только разницей. На глазах у астронома звезды не гаснут. Ни одна сотня тысячелетий пройдет перед тем, как изменится привычный рисунок созвездий. Распадется большая медведица, распустится пояс Ориона. А звездочки, которые видел Крукс, загорались и гасли каждое мгновение. Каждое мгновение распадались одни созвездия и вспыхивали другие. Это светился сернистый цинк, на который падали невидимые лучи, испускаемые радием. Глядя на вспышки, Крукс сделал важный вывод о природе таинственных лучей. Если бы ради испускал свои лучи непрерывно, как Солнце испускает свои, то дно стаканчика светилось бы равномерным блеском. Но на поверхности сернистого цинка появлялись только отдельные вспышки, а потом они исчезали, и вместо них появлялись новые. Значит, ради испускает свои лучи не сплошным потоком, а отдельными взрывами, отдельными комочками, отдельными частичками. Лучи, испускаемые радием, это поток каких-то частиц, которые вылетают из него, как пули из пулемета. И то, что видел Крукс, это была бомбардировка сернистого цинка таинственными микроскопическими снарядами, которые вылетали из крошечной пылинки радиа на кончике иглы. Рождение гелия Известие об опыте Крукса дошло до лаборатории Резерфорда из Соди в далеком Монреале. И это известие неожиданно натолкнуло молодых ученых на решение вопроса, над которым безуспешно бился Ремзей. Резерфорд из Соди сопоставили два факта. Факт номер один. Гелий, как установил Ремзей, всегда обнаруживается в минералах вместе с веществами, испускающими невидимые лучи с Торием и Ураном. Факт номер два. Невидимые лучи, как установил Крукс, это поток каких-то частиц. Между этими фактами, рассуждали Резерфорд из Соди, должна существовать какая-то связь. Какая же? Резерфорд из Соди решились на смелую догадку. Частицы, вылетающие из Урана, Ториа, Радия, Нитона, это частицы гелия. В Уране, Тории, Радии, Нитоне непрерывно рождается гелий. Вот почему в минералах, где есть Уран и Торий, всегда оказывается и гелий. Проверка опытом. Высказать догадку этого мало. Нужно суметь доказать, что она правильна. А для этого есть только одно средство – опыт. Весной 1903 года Фредерик Содди приехал в Англию. В Лондоне он увиделся со знаменитым Рэмзеем. Они решили проверить на опыте, верно ли, что частицы, которые наблюдал Крукс, это частицы гелия. Рэмзе и Содди наполнили спектроскопическую трубочку Нитоном. Через трубочку пустили электрический ток, и Нитон засветился голубоватым огнем. Тогда Рэмзе и Содди взяли спектроскоп и стали рассматривать спектр. Они увидели три яркие линии – оранжевую, желтую, зеленую. Это были спектральные линии Нитона. Никаких других линий в спектре не было видно. Рэмзе и Содди оставили Нитон в спектроскопической трубочке и ушли. А через два дня они вернулись в лабораторию, снова включили ток и снова рассмотрели спектр запертого в трубочке газа. И что же? Спектральные линии Нитона горели на своих местах в оранжевом, желтом и зеленом участке спектра. Но они стали гораздо слабее, чем за два дня перед тем. А рядом с ними горели новые линии, которых два дня тому назад не было. Рэмзе и Содди сразу узнали их. Это были спектральные линии гелия. Извне гелий не мог попасть в спектроскопическую трубочку. Значит, он возник в самой трубочке. Возник из Нитона. Прошло еще два дня, и Рэмзе и Содди снова пропустили через свою трубочку ток. Трубочка зажглась, и сразу же стало видно, что с запертым газом произошла еще большая перемена. Четыре дня тому назад трубочка светилась голубоватым огнем. А теперь огонь был желто-белый. Точь в точь, каким светятся трубки, наполненные гелием. Теперь можно было и без спектроскопа увидеть, что в трубочке гелий. А когда Рэмзе и Содди все-таки заглянули в спектроскоп, то у них исчезли и последние сомнения. Спектральные линии Нитона еще светились в спектре, но так слабо, что были еле видны. А спектральные линии гелия горели ярким блеском. Так на глазах у Рэмзея и Содди родился гелий. Рождение гелия из Нитона было доказано. Сколько лет к Левииту? Нитон превращается в гелий. А как же уран и торий? Ведь химики уже очень давно имели дело с этими металлами, и никто не заметил, что они превращаются в гелий. А если так, то нет ли какой-нибудь ошибки в утверждениях Резерфорда и Содди о том, что гелий рождается не только в Нитоне, но и в Уране и в Тории? Резерфорд и Содди продолжали настаивать. Никакой ошибки нет. Разница между ураном и Нитоном та, что Нитон превращается в гелий быстро, в течение нескольких дней, а уран очень медленно. Потому-то никто до сих пор и не заметил превращение урана в гелий. Содди взял большую колбу, наполнил ее веществами, содержащими уран и тщательно удалил все газы, которые были растворены в этих веществах. Затем он закрыл колбу, так, чтобы никакие газы не могли проникнуть туда извне. А через год он снова исследовал содержимое колбы и обнаружил, что в ней появился гелий, которого раньше не было. Правда, гелия было очень мало, всего лишь одна десятая часть кубического миллиметра. Но для чувствительного спектроскопа и этого оказалось довольно. Содди явственно увидел желтую спектральную линию гелия. Значит, из урана тоже рождается гелий. В колбе у Содди была 1000 граммов урана, а извлек он из колбы всего только десятую часть кубического миллиметра гелия. Крохотный пузырек гелия – это все, что получилось из килограмма урана за год. Весит этот пузырек всего лишь одну пятидесяти миллионную долю грамма. Вот как медленно превращается уран в гелий. Из каждой тонны урана ежегодно образуется всего лишь две сотых миллиграмма гелия. Нет ничего удивительного в том, что химики до Содди не смогли заметить превращение урана в гелий. Содди заметил гелий только потому, что он его искал. Но если уран превращается в гелий так медленно, то почему же в минералах, содержащих уран, находят иногда большое количество гелия? Ответ ясен, потому что эти минералы лежат в земной коре очень давно – миллионы, а то и сотни миллионов лет. Гелий, найденный Ремзеем в Клевиите – это гелий, возникший из урана. А гелий, которые извлекают из торианита – это гелий, возникший из тория и из урана. В торианите есть и торий, и уран. Сколько же лет пролежали в земле Клевиит, торианит, фергусанит, моноцит, прежде чем попали в руки человека? Геологи не смогли ответить на этот вопрос. За них ответили физики после того, как узнали тайну рождения гелия. Физика узнает возраст Земли. Английский физик Стрет взял кусок минерала гематита. Минерал был добыт из пластов земной коры, хорошо исследованных геологами. По окаменелым остаткам животных и растений геологи давно изучили эпоху, в которую возникли эти пласты. В Европе тогда было жарко, как теперь в тропиках. Всю Европу покрывали леса, но не такие леса, какие бывают в тропических странах в наше время, а совсем другие. Вместо лиственных деревьев в них возвышались гигантские хвощи и папоротники. В лесах было множество скорпионов, пауков и всяческих насекомых, но нельзя было отыскать ни одной птицы, ни одного млекопитающего. А о человеке и говорить нечего. На всем земном шаре тогда еще не было ни одного человека. Эту далекую эпоху геологи прозвали Каменноугольной. У них не было сомнений в том, что Каменноугольная эпоха была очень давно. Но как давно? Сто тысяч лет тому назад? Или миллиард лет тому назад? Или триллион лет тому назад? На это геологи не могли дать ответа. Ведь людей в Каменноугольную эпоху не было, значит некому было отмечать время. Столетия и тысячелетия шли никем не считанные. Как же сосчитать их теперь, когда они уже давно прошли? Стрет сумел их сосчитать. Для него это была простая арифметическая задача. Взяв кусок гематита, выкопанный из пластов, которые возникли в Каменноугольную эпоху, он исследовал его состав. Оказалось, что на каждый грамм урана в гематите приходится около 20 кубических сантиметров гелия. А мы знаем, что в каждом грамме урана рождается в год одна десятимиллионная доля кубического сантиметра гелия. Весь этот гелий полностью должен был остаться в гематите, потому что в гематите нет трещинок и пор, по которым гелий мог бы пробраться наружу. Сколько же нужно было лет, чтобы гелия накопилась 20 кубических сантиметров, если каждый год накопляется одна десятимиллионная часть кубического сантиметра? Ясно, что 200 миллионов лет. Следовательно, Каменноугольная эпоха была 200 миллионов лет тому назад. Стрет измерил количество гелия не только в гематите, но в разных других минералах, оставшихся от всевозможных геологических эпох. И каждое такое измерение открывало ему новую дату в истории Земли. Он вычислил, что Юрская эпоха, так называется та эпоха, когда млекопитающих еще не было, а по воздуху летали крылатые ящерицы и зубастые птицы, была 8 миллионов лет тому назад, а самая древняя эпоха, архейская, когда на Земле еще совсем не существовало животных, была около миллиарда лет тому назад. Миллионы и миллиарды лет гематит, уронинит, клевиит, торианит, фергусанит, моноцит копили в себе гелий. Измерив количество гелия, ученые установили хронологию Земли. Минералы, содержащие уран и торий, стали хронометрами, по которым физики и геологи отсчитали ни секунды, ни минуты и ни часы, а тысячелетия и миллионы лет. Гелий на войне. Осенью 1914 года в Северной Франции шли ожесточенные бои. Французы, англичане и бельгийцы медленно отступали под напором германских армий. Однажды на рассвете английские сторожевые самолеты заметили в небе германский цепелин, который плыл прямо на них, очевидно, направляясь к Парижу. О появлении цепелина летчики немедленно донесли в штаб, и английская зенитная артиллерия встретила неприятельский воздушный корабль с зажигательными снарядами. Зажигательные снаряды – это самое верное средство истребления дирижаблей. Как только такой снаряд попадает в оболочку дирижабля, водород, которым наполнена оболочка, мгновенно вспыхивает, и дирижабль сгорает, как солома. Из 123 цепелинов, построенных в Германии во время мировой войны, 40 погибло от зажигательных снарядов. Но на этот раз цепелин не сгорел. Снаряд пробил резиновую ткань оболочки, и раненый дирижабль, медленно истекая газом, поплыл обратно. Англичане недоумевали. Водород – горючий газ. Водород воспламеняется от малейшей искры. Что же произошло? Отчего водород не вспыхнул? Военные специалисты долго обсуждали удивительное происшествие, но никто не мог догадаться, в чем дело. Загадка оставалась загадкой. Наконец, британское адмиралтейство получило письмо от химика Ричарда Трелфола, которому удалось найти решение этой головоломки. «Я полагаю», – писал Трелфол, – «что немцы изобрели какой-то способ добывать в большом количестве гелий, и на этот раз наполнили оболочку своего цепелина не водородом, как обычно, а гелием». «Гелий – очень легкий газ, всего лишь в два раза тяжелее водорода. Значит, дирижабль, наполненный гелием, мало чем уступит в подъемной силе дирижаблю, наполненному водородом». Многие читатели, вероятно, сочтут это рассуждение неправильным. Может ли быть, что подъемная сила гелия всего на несколько процентов меньше подъемной силы водорода? Ведь гелий тяжелее водорода в два раза. Но проделаем математический расчет. Известно, что водород в 14,5 раз легче воздуха. Предположим, что мы наполнили оболочку дирижабля водородом такого же давления и такой же температуры, как окружающий воздух. Примем вес этого количества водорода за единицу. Это значит, что тяжесть тянет водород к Земле с силой, которая равна единице. А окружающий воздух по закону Архимеда будет выталкивать тот же самый водород вверх силой, равной 14,5 – весу вытесненного воздуха. Останется в результате подъемная сила 14,5-1, 13,5. Если же наполнить эту оболочку не водородом, а гелием, то вес его будет равен не единице, а двум. А сила, с которой окружающий воздух стремится вытолкнуть дирижабль вверх, по-прежнему равна 14,5. Значит, подъемная сила будет равна 14,5-2, 12,5, то есть на единицу меньше, чем 13,5. А единица составляет всего только 8% от 13,5. Поэтому подъемная сила гелия как раз на 8% меньше подъемной силы водорода. А в других отношениях гелий имеет огромные преимущества перед водородом. Ведь водород охотно присоединяет к себе кислород, потому-то он и воспламеняется так легко. Гелий же не соединяется ни с чем. Невозможно заставить его соединиться с кислородом, на то он и ленивый газ. Если немецкий цепелин в самом деле был наполнен гелием, то нет ничего удивительного в том, что зажигательные снаряды не причинили ему большого вреда. Доводы Трелфола звучали убедительно. Но у всех, кто прочел его письмо, оставалось одно сомнение. Гелий – очень редкий газ. А на цепелин требуется его не меньше, чем 5-6 тысяч кубических метров. Откуда же немецкие инженеры достали его так много? Может быть, они извлекли гелий из минералов, как когда-то извлек его Ремзей? Но минералы, содержащие гелий, недешевы. Неужели же немцы раздобыли десятки тысяч тонн моноцита или тарионита? Да в Германии и нет таких минералов. Моноцитовый песок им пришлось бы ввозить из Бразилии. Тарионит – с Цейлона, а время военное. Не нагружать же броненосцы бразильским песком. Правда, существует другой источник гелия – воздух. Воздух, разумеется, есть и в Германии, его не надо привозить из чужих краев. Но зато в воздухе гелия очень мало. Холодильная машина системы Линде может в течение одного часа превратить несколько сот кубических метров воздуха в жидкость. Из этого жидкого воздуха можно извлечь 2-3 литра гелия. 2-3 литра гелия в час. Сколько же это составит в год? Не очень много, кубометров 20-25. Чтобы наполнить небольшой цепелин, холодильная машина Линде должна была бы работать несколько сот лет без перерыва. Можно, конечно, построить несколько сот холодильных машин и заставить их работать всего только год. Но и это не очень выгодно. Ведь машины дорого стоят. Недешево обойдется и топливо, которое нужно затратить, чтобы приводить в движение насосы, качающие в машину воздух. Добыча гелия для одного цепелина обошлась бы в огромную сумму денег. Вряд ли во время войны, когда на счету каждая копейка, немцы могли решиться на такой большой расход. Ясно, что немцы добыли гелий как-то иначе. Значит, в природе существуют какие-то другие источники гелия, более богатые, чем воздух и минералы. Что же это за источники? Опять ищут гелий. Британское адмиралтейство созвало совещание специалистов. Были тут и химики, и физики, и геологи. Долго обсуждали они вопрос о том, какие существуют в природе источники гелия. Наконец, кто-то из них вспомнил об одной статье, которую написали в 1907 году американские химики Кэдди и Макфарланд. Кэдди и Макфарланд произвели химический анализ природных газов, которые были найдены искателями нефти вблизи городка Декстер в штате Канзас. Природными газами называют газы, бьющие из трещин земной коры. Газовые фонтаны – явление довольно обычное в тех местах, где в земле есть нефть. Большую частью это горючие газы, их можно употреблять на освещение и отопление, а можно и добывать из них разные ценные вещества – фенол, бензол, нафталин, антрацен и другие. Кэдди и Макфарланд изучили присланный им из Декстера газ. Опыты показали, что полтора процента в нем – гелий. С тех пор и во многих других местах, богатых нефтью, химики не раз находили гелий в бьющих из-под земли природных газах. Долгие годы никому не приходило в голову использовать гелий для практических надобностей, и потому люди не уделяли достаточного внимания газам, содержащим гелий. Но в 1914 году английские химики указали Адмиралтейству, что из таких газов извлекать гелий дешевле и проще, чем из моноцитовых песков и воздуха. Быть может, немцы добыли гелий для своего цепелина не из природных газов, а как-нибудь иначе. Установить это с полной достоверностью было нельзя. Но самая мысль о возможности добывать гелий из природных газов заинтересовало английское командование. Адмиралтейство обратилось к химикам и геологам Англии и английских владений, Канады, Австралии, Новой Зеландии, с предложением немедленно приступить к самым тщательным поискам гелия в природных газах. Гелий приобрел неожиданную ценность. За гелием стали охотиться. Наконец канадскому физику Макленнану, исследовавшему различные нефтяные газы в Канаде, посчастливилось найти в них гелий. В 1918 году по поручению британского адмиралтейства он построил небольшой опытный завод вблизи города Гамильтон, Антарио, Канада, для добычи гелия из природных газов. Несколько тысяч кубических метров гелия уже были готовы к отправке в Европу, когда война неожиданно прекратилась и весь этот добытый гелий оказался ненужным. Лучший газ для дирижаблей. Только в 1930 году англичане впервые наполнили дирижабль гелием. Это был огромный дирижабль R-100. Он вылетел из Англии в Канаду наполненный водородом, а вернулся оттуда наполненный гелием. Канада и до сего времени остается единственным источником гелия для английского воздушного флота. Сколько именно гелия добывается в Канаде, англичане тщательно скрывают. Известно только, что большинство английских дирижаблей до сих пор наполнено водородом. Значит, гелия в Канаде не очень много. А много ли гелия в других странах? В большинстве государств гелия нет совсем. Особенно озабочены отсутствием гелия немцы и японцы. Японцы пробовали было добывать гелий из моноцитовых песков в провинциях Секидомея и Исикава, но скоро оставили эту невыгодную затею. В японском моноцитовом песке очень мало гелия. Так мало, что для наполнения гелием большого современного дирижабля надо переработать больше миллиона тонн этого песка. Японские профессора химии Танака и Нагаи, отчаявшись в возможности достать для японских дирижаблей гелий, пошли по совершенно другому пути. Они стали думать, нельзя ли прибавить к водороду такую примесь, чтобы он сделался невоспламеняемым. С помощью примесей им действительно удалось сфабриковать несгораемый водород. Но оказалось, что подъемная сила несгораемого водорода на несколько процентов меньше, чем подъемная сила гелия. Поэтому такой несгораемый водород, химики называют его флегматизированным водородом, мало пригоден для дирижаблей. Немцы во время войны, как об этом правильно догадался английский химик, в самом деле добывали гелий. Но не из природных газов. Газов, богатых гелием, в Германии нет. Чтобы достать гелий, немцы пустились на хитрость. В течение нескольких лет перед войной, все немецкие пароходы, возившие товары в Индию и в Бразилию, возвращались оттуда груженные вместо обычного балласта моноцитовым песком. В Германии скопилось 5000 тонн моноцитового песка. Из этого песка немецкие химики добыли несколько тысяч кубометров гелия. Кроме того, они нашли гелий в воде минерального источника в курорте Наухейм. Из этого источника немцы ежедневно добывали 70 кубических метров гелия. Это составляет всего 25 тысяч кубометров в год. А на большой современный дирижабль требуется не меньше 100 тысяч кубометров. Гелия для военных дирижаблей не хватало. А к концу войны и Наухеймский источник иссяк. С тех пор у немцев нет больше своего гелия. Не испытывают недостатков гелии только Соединенные Штаты Америки. Это единственное в мире государство, обильное природными источниками гелия. Но добывать этот гелий для наполнения дирижаблей американцы принялись лишь после того, как вступили в войну с Германией. Еще в 1916 году во всех американских лабораториях вместе взятых не было даже и одной десятой части кубического метра гелия. Гелий можно было купить только в самых ничтожных количествах, да и то по баснословной цене – 200 тысяч золотых рублей за кубический метр. Только в 1917 году после вступления Америки в войну был построен завод для добычи гелия в городе Форт-Уорс в штате Канзас. Но война очень скоро прекратилась. Американцы, как и англичане, не успели воспользоваться гелием для военных целей. И все-таки они продолжали добывать его. А в сентябре 1923 года им наконец удалось накопить несколько десятков тысяч кубометров гелия. Этим гелием американцы наполнили дирижабль Шенандоа. Дирижабль Шенандоа некоторое время был единственным в мире гелевым воздушным судном. Но он просуществовал недолго. В сентябре 1925 года, всего лишь через два года после того, как его впервые наполнили гелием, дирижабль Шенандоа был уничтожен бурей. И вместе с ним погиб весь накопленный гелий. 55 тысяч кубических метров драгоценного газа бесследно растеклись по воздуху. Почти весь запас гелия, добытый к этому времени людьми на всем земном шаре, погиб во время бури, продолжавшейся полчаса. Гибель Шенандоа, второго по величине дирижабля в то время, не остановила американцев. Они продолжали строить большие дирижабли, продолжали наполнять их гелием. Завод в Форт-Уорсе был расширен, и вскоре добыча гелия дошла до нескольких десятков тысяч кубометров в месяц. А в 1929 году в штате Тексас, в окрестностях городка Амарильо, были найдены новые бьющие из-под земли природные газы, еще более богатые гелием, чем в Канзасе. И Конгресс США постановил устроить в Амарильо второй правительственный гелевый завод. Химики, геологи, инженеры съехались в Амарильо, чтобы изловить гелий, растекающийся по воздуху, собрать его, не позволить ему пропадать зря. Они проложили в земле газопровод длиною 18 километров, и через эту стальную трубу начали выкачивать насосами газовые струи, бьющие из-под земли. Они построили заводские здания и поставили в них сложные аппараты, которые очищали гелий от примесей, сжимали его до давления в 1,5 атмосфер и загоняли в прочные стальные баллоны специальных вагонов цистерн. Через несколько месяцев в огромный воздушный порт Лейкхёрст в штате Нью-Джерси стали прибывать транспорты гелия, добытые на Дальнем Западе, в новой гелевой столице мира – Амарильо. К высокой причальной мачте Лейкхёрстского Эллинга слетаются воздушные суда. В теле мачты расположен трубопровод, по которому снизу подается гелий. Дирижабли жесткой системы, дирижабли мягкой системы, мелкие и крупные, военные и коммерческие, отяжелев после долгого плавания по воздуху, летят к Лейкхёрстской мачте, чтобы набрать гелия и стать легкими и подвижными, как раньше. Даже Акрона и Мекон, самые большие дирижабли в мире, вместимостью в 185 тысяч кубических метров, не раз были вынуждены восстанавливать свои силы гелием из Лейкхёрстской мачты. Не наполнять же оболочки гигантских дирижаблей старомодным газом-водородом. Водород ненадежен, он может вспыхнуть от случайного удара молнии. Никакая страховая компания не согласилась бы застраховать такой дирижабли, как Акрона или Мекон, если бы он был наполнен водородом. Да и пассажиров нельзя было бы уговорить полететь на таком дирижабле. Не очень-то приятно путешествовать, когда над головой висят сотни пудов легковоспламеняющегося газа. Другое дело гелий. Он безопасен, он не хочет соединяться с кислородом, а потому не взрывается, не горит и даже не тлеет. Гелий – самый лучший газ для пассажирских дирижаблей. О военных дирижаблях и говорить нечего. Стоит одной маленькой зажигательной пуле пробить оболочку водородного дирижабля, и дирижабль погиб. А гелевый дирижабль не погибнет, даже если его оболочка будет насквозь пробита снарядом. Он выйдет из боя и благополучно доберется до воздушной базы, прежде чем гелий успеет вытечь из пробоины. Есть из-за чего отправлять геологические экспедиции, строить машины для добычи благородного газа. Теперь в Соединенных Штатах Америки построено уже несколько гелевых заводов. Из них часть принадлежит государству, а другая часть – фирме компания «Гелия». Кубический метр гелия в Соединенных Штатах можно теперь купить всего лишь за 2-3 рубля золотом. Кубический метр водорода стоит 18 копеек. Гелием наполнен большой пассажирский дирижабль «Лос-Анджелес» – 70 тысяч кубических метров, и все мелкие военные дирижабли. Соединенные Штаты добывают гелия гораздо больше, чем требуется его для американского воздушного флота. Но хотя у Соединенных Штатов гелий имеется в избытке, американское правительство до самого последнего времени строго запрещало вывозить его в другие страны. Оно боялось, что гелием будут наполнять чужие военные дирижабли. Только в редких исключительных случаях американское правительство разрешало отпускать небольшое количество гелия иностранным ученым для лабораторных работ. Впрочем, не так давно американское правительство разрешило компании гелия продать Германии значительное количество несгораемого газа – 1500 тысяч кубических метров – для наполнения огромного цепелина LZ-129, постройка которого была закончена в 1935 году. Однако и теперь еще для вывоза гелия из Соединенных Штатов каждый раз требуется специальное разрешение правительства. Судьба солнечного вещества У гелия была судьба необыкновенная, не похожая на судьбу других веществ. Другие вещества люди находили у себя на планете – в горных породах, в рудах, в минералах, в почве, в воде, в воздухе. Химики очищали добытые вещества от примесей, взвешивали на весах, запирали в свои реторты и колбы. Всякое новое вещество, попавшее к ним в руки, химики тщательно исследовали, чтобы убедиться, в самом ли деле оно отличается от других прежде известных веществ. И только у гелия была судьба иная. Гелий открыли и начали изучать задолго до того, как химикам удалось залучить его к себе в лабораторию, поддержать в руках, подвергнуть опытам. Гелий был открыт не на земле, а на солнце. Пассажиры большого удобного дирижабля, наполненного безопасным газом гелием, вряд ли вспоминают теперь человека, который когда-то отправился на корабле в далекую Индию и был так счастлив, когда впервые разглядел гелий в трубу спектроскопа на расстоянии 150 миллионов километров от земли. Этому человеку поверили не сразу. На свете есть много людей, для которых существует только то, что можно потрогать руками, взвесить на весах, оценить в рублях и в копейках. А может быть никакого гелия вовсе и нет на свете? Говорили скептики. Может быть спектроскоп ошибся и новое вещество это только выдумка фантазера-астронома? Прошли годы. Гелий оказался не выдумкой. Великий химик Ремзей нашел его и на земле, в минерале Клевиити и в атмосферном воздухе. Гелий уже стало возможно держать в руках, испытывать и взвешивать. Кто же открыл гелий и его замечательные свойства? Астрономы Жансен и Локьер? Химик Ремзей? Физик Крукс? Или может быть Кирхгоф и Бунзен, построившие первый прибор для изучения состава небесных светил? Или может быть Великий Физик Ньютон, впервые разложивший солнечный луч на семь цветов радуги? Или Генри Кевендиш, обнаруживший в азоте таинственный пузырек, еще не разгаданную смесь аргона, неона, криптона и гелия? Да, все они вместе, помогая друг другу, завоевали солнечное вещество. И не они одни. Разве возможно было бы завоевание гелия без инженеров и физиков, которые изобрели машину для превращения воздуха в жидкость? Без геологов, которые научились добывать солнечное вещество из недр Земли? И наконец, без тех многочисленных механиков и оптиков, которые вооружили физику точнейшими измерительными приборами? Открытие гелия – это победа четырех наук – физики, астрономии, химии, геологии. Приложение Открытие солнечных выступов Ученые убедились в существовании солнечных выступов протуберанцев только во время испанского затмения 1860 года. Правда, и раньше, до 1860 года, некоторые наблюдатели утверждали, что на поверхности Солнца существуют огненные выступы. Но их показаниям не доверяли. Первым астрономом, обратившим внимание на солнечные выступы, был англичанин Бейли. Он наблюдал полное солнечное затмение в 1842 году в итальянском городе Павии. В описании затмения, которое составил Бейли, говорится, «Лучистая корона, окружавшая диск Луны, была прорезана тремя огромными огненными выступами пурпурного цвета. Выступы казались неподвижными. Они были похожи на снежные вершины Альп, озаренные кроваво-красными лучами заходящего Солнца». Что это за выступы? Огненные горы или облака? Когда статья Бейли была опубликована, мнения астрономов разделились. Одни полагали, что огненные выступы – это высокие горы на Луне, освещенные косыми солнечными лучами. Другие – что это горы на Солнце. Третьи – что это огненные облака в солнечной атмосфере. Но большинство астрономов было твердо уверено в том, что огненные выступы – ничто иное, как оптический обман, ошибка утомленного зрения. В 1851 году в Европе снова происходило солнечное затмение. Астроном Шмидт наблюдал его в городке Растенбург в Восточной Пруссии. Шмидт, как и его предшественник Бейли, увидел огненные выступы. При этом ему даже удалось разглядеть, что во время затмения очертания выступов не оставались неподвижными, а постепенно менялись. Отсюда Шмидт сделал важные выводы. «Про туберанцы, – писал он, – это не горы, потому что во время затмения их форма меняется. Они принадлежат не Луне, а Солнцу, потому что диск Луны, сползая с солнечного диска, не тянет их за собою, а надвигается на них и заслоняет их. Вернее всего, про туберанцы – это раскаленные газовые облака, плавающие в атмосфере Солнца». Шмидт был опытным наблюдателем. Не было оснований не верить его утверждениям. И все-таки большинство астрономов и после Шмидта по-прежнему продолжало считать огненные выступы обманом зрения. В подлинное существование выступов ученые поверили наконец только во время затмения, которое происходило 18 июля 1860 года. В этот день многие астрономы – Темпль, ООМ, Румкер, Льюис, Плантамур и другие – увидели своими глазами солнечные выступы и зарисовали их. А двум астрономам – Деларю и Секке – удалось не только зарисовать выступы, но и сфотографировать их. Разумеется, после этого ни у кого уже не оставалось сомнения в том, что солнечные выступы действительно существуют. Спектр солнечных выступов Во время затмения 1860 года, когда Деларю и Секке сфотографировали солнечные выступы, спектроскоп уже был изобретен. Но никому тогда и в голову не пришло воспользоваться этим изобретением, чтобы рассмотреть спектр солнечных выступов. И только после того, как затмение кончилось, астрономы спохватились. Но было уже поздно. Случай был упущен. А следующее солнечное затмение ожидалось только через 8 лет – 18 августа 1868 года. Неудивительно, что астрономы всего мира деятельно готовились к этому дню. В Индию, где должно было происходить затмение, отправились три экспедиции. Английская – астрономы Гершель и Теннант. Американская – астроном Поксон. И французская – астрономы Райе и Жансен. На этот раз астрономы захватили с собой спектроскопы. Все они увидели в спектре одно и то же. Несколько линий водорода и какую-то желтую линию. Астрономы, наблюдавшие затмение, приняли ее за линию натрия. Один только Жансен установил, что это не натрий, а новое, еще неизвестное вещество. Да и он понял это не во время затмения, а только на следующий день, когда имел возможность спокойно, не спеша измерить положение спектральных линий. Дело в том, что из-за всех астрономов один только Жансен сообразил, что торопиться незачем, потому что солнечные выступы можно будет рассмотреть в спектроскоп и на другой день, при полном блеске Солнца. Пускай сами эти выступы и не будут тогда видны, от того, что их затмит блеск небесного свода, как затмевает он в дневное время звезды. Но спектроскоп и при полном блеске Солнца уловит и разложит лучи солнечных выступов на цветные линии. Только для этого понадобится спектроскоп с очень большой дисперсией, то есть такой спектроскоп, в котором спектр растягивается на очень большую длину. Растяжение спектра достигается тем, что на пути световых лучей в спектроскопе поставлена не одна, а много призм. Проходя сквозь ряд призм, веер лучей разворачивается все больше и больше. В таком спектроскопе спектральные линии солнечных выступов должны быть отчетливо видны, потому что затмевающие их лучи небесного свода окажутся ослабленными во много раз. Когда лучи небесного свода попадают в спектроскоп с большой дисперсией, их сплошной многоцветный спектр растягивается на такую большую длину, что становится бледным, еле видным. На этом ослабленном, как бы размытом фоне ясно выступают тонкие разрозненные спектральные линии солнечных выступов. Жан Сен рассмотрел эти линии, измерил их положение в спектре и обнаружил, что желтая линия принадлежит новому, еще неизвестному веществу. Почему Менделеев не верил в гелий? Открытие гелия было встречено учеными с тем же недоверием, с каким когда-то астрономы отнеслись к утверждению Бейли о существовании солнечных выступов. Многие серьезные физики и химики не сразу поверили в гелий, потому что выводы Жан Сена и Локьера показались им недостаточно обоснованными. В 1889 году, то есть через 20 лет после открытия в спектре солнечных выступов желтой линии, знаменитый русский химик Менделеев читал в Лондоне лекцию о своих работах. В этой лекции он с негодованием отозвался о воображаемом гелии. «Опыт ясно показывает, — сказал Менделеев, — изменчивость напряженности светоспектральных линий простых тел при различии температур и давлений. А потому можно думать, что линия гелия принадлежит одному из давно известных простых тел, поставленному в неизвестное для наших опытов состояние температуры, давления и напряжения тяжести». Менделеев ошибся. Не прошло и десяти лет, как он был вынужден не только поверить в гелий, но и посвятить ему целую главу в новом издании своего учебника «Основы химии». Но в одном Менделеев был все-таки прав. Нельзя полагаться всецело на линии спектра. Они могут обмануть, потому что одни и те же вещества дают иногда разные спектральные линии в зависимости от того, находятся ли они на Земле или в составе небесных светил. Это всего лучше доказывает судьба трех мнимых веществ – небулия, корония и геокорония. История небулия такова. В спектре туманностей нашей звездной системы астрономы заметили две линии, так называемые линии N1 и N2, происхождение которых они никак не могли объяснить. Потому у них возникла мысль, что в туманностях есть какое-то неизвестное вещество, которое и дает эти линии. Вещество получило имя небулий, от латинского слова «небуло» – «туманность». История корония и геокорония похожи на историю небулия. В спектре солнечной короны астрономы отыскали зеленую линию, так называемую линию 5303,3, которая тоже не принадлежала ни одному из известных земных веществ. А в спектре полярного сияния физики нашли другую зеленую линию, так называемую линию 5577. Астроном Секки сделал вывод, что в солнечной короне, в самом верхнем разреженном слое солнечной атмосферы, существует неизвестный газ короний. А геофизик Вегенер пришел к заключению, что в самом верхнем слое земной атмосферы, там где происходит полярное сияние, есть другой неизвестный газ – геокороний. Казалось таким образом, что спектральный анализ открыл в туманностях, в солнечной короне и в верхнем слое земной атмосферы три новых вещества – небулей, короний, геокороний. Оставалось только открыть эти вещества и на Земле. Но, увы, их так и не открыли. Можно даже сказать, на Земле их не открыли, а закрыли. В 1927 году физик Боуэн неопровержимо доказал, что линии N1 и N2 принадлежат не какому-то таинственному небулею, а самому обыкновенному кислороду. Дело в том, что в туманностях кислород находится в особенных условиях, не в таких как на Земле. Каковы же эти условия? Прежде всего, в туманностях кислород очень сильно разрежен. В наших лабораториях его не смог бы разрядить до такой степени даже самый могучий воздушный насос. Кроме того, в туманностях сквозь разреженный кислород проходит интенсивный поток ультрафиолетовых лучей, возбуждающих его свечение. Эти условия совсем не похожи на те, в которых находится кислород, светящийся в спектроскопических трубочках наших лабораторий. Поэтому и спектры получаются разные. Это-то обстоятельство и ввело неосторожных астрономов в заблуждение. При первом же ближайшем знакомстве загадочный Нибулей оказался просто-напросто кислородом. Точь в точь та же судьба постигла и короний с геокорониям. Физик Гротриан доказал, что линию корония тоже испускает кислород, а физики Макленнон и Шрем обнаружили, что и линию геокорония испускает кислород. Теперь уже никто из ученых не верит в Нибулей, короний и геокороний. Таким образом, возражения Менделеева имели вполне серьезные основания. Открытие новой спектральной линии еще не доказывает существование нового вещества. Жансен и Локер были, пожалуй, немного поспешны в своих выводах. И все же, несмотря на это, оказались правы они, а не Менделеев. В наше время уже нет сомнений, что желтая линия D3 действительно принадлежит гелию, веществу которого не знали химики до Жансена и Локера. Гелий, найденный на Земле, дает в спектроскопической трубочке ту же линию D3, которую обнаружил Жансен в спектре солнечных выступов. Записная книжка Ремзея Сохранилась записная книжка Ремзея, по которой можно точно и последовательно восстановить всю историю открытия гелия в Кливиите. Страничка из записной книжки Ремзея Во время опытов получил телеграмму от Крукса Криптон гелий, 58 749 Приезжайте, увидите Поехал и увидел Послал телеграмму Вертело Институт Париж Газ, добытый мною из клевиита Смесь аргона и гелия Крукс установил тождество спектров Сделайте сообщение в Академии в понедельник Ремзей Письмо от Майерса, которое побудило Ремзея заняться клевиитом, он получил в пятницу 1 февраля 1895 года. Весь этот день и два последующих он был занят тем, что исправлял и переписывал на машинке большую статью об открытии аргона, написанную им для королевского общества. Об этом мы узнаем из записной книжки. Следующая запись гласит Ничего особенного не сделал до пятницы 15 февраля. В дальнейших записях говорится об очистке аргона для точного измерения его плотности, об устройстве прибора для измерения его теплоемкости и о первых опытах с этим прибором. Первые порции гелия были добыты из клевиита, по-видимому, 9 или 10 марта. Точная дата в книжке не обозначена. А вот что пишет об этом Рэмзей. «Было куплено около грамма клевиита на 3 шиллинга 6 пенсов у Грегори, Фицрой-сквер, дом номер 88. Мэтью скипятил его в разбавленной серной кислоте и добыл немного газа». Дальше есть такая запись. Круксу послана первая порция в субботу 16 марта. Но всю эту неделю он был очень занят и не мог рассмотреть спектр. Утром 23 марта Рэмзей, не дождавшись ответа от Крукса, сам принялся за изучение спектра нового газа. Телеграмма пришла в тот же день. Запись к книжке...